Восточная Африка 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 изолировались, специализировались. С другой стороны, периодически кто-то там прибегал, и при условиях небольшой численности населения ментисация резко сказывалась. И признаки довольно существенно могли меняться. При этом в некоторых местах видна просто-таки почти механическая смесь разных представителей. Вот, например, здесь в верхней части картинки три черепа из спецсанского оазиса в Ливии. То есть, ну, это как бы немножко за пределами географической ареала, но тем не менее. Северная Африка и самый левый череп, он по всем возможным признакам такой образцово-негроидный, самый правый череп по всем признакам образцово-европеоидный, тот, который посередке, он что-то среднее. Это вот характерная черта для этой расы, потому что в одной и той же популяции мы можем найти довольно-таки большую изменчивость, какие-то промежуточные версии. А если посмотреть как-то это так более-менее в усредненном состоянии, то получается, что по карниологическим признакам для эфиопской расы характерны среднемировые значения. И в этом смысле ее даже как-то так трудновато бывает охотеризовать, потому что если занудно это делать, то получается длина черепа-средняя, ширина черепа-средняя, высота черепа-средняя, высота лица средняя, ширина лица средняя и так далее. и так далее, и так далее, то есть там профилировка лица, вертикальная, верхняя горизонтальная, нижняя горизонтальная, ширина носа, высота носа, роста глазниц, ширина глазницы, почти по всем показателям они попадают в средние значения мировые, что опять же может быть интерпретировано с двух позиций, ну все тех же самых, либо это говорит, что отсюда пошла изменчивость вся остальная, и собственно одни стали специализироваться по одним чертам, другие по другим, по другой версии, что это смешение разных вариантов, ну и когда мы усредняем кучу вариантов, то получаем среднее значение. Но, как я уже сказал, древнейшие черепа на современные не очень похожи на самом деле, причем древнейшие сами по себе разные, их там не так много вообще в принципе известно, но они все друг от друга отличаются, а с некоторого момента все-таки более-менее устаканиваются. Хорошие корнеологические серии существуют в территории современного Египта, потому что с появления там производящего хозяйства, с неолита, то есть мало народу там не было. И вдоль долины Нила имеется огромное количество корнеологических серий. Это, наверное, чуть ли не самые большие корнеологические серии вообще на планете, потому что там численности измеряются сотнями черепов, там 800 черепов, 1200 черепов. И когда на такие статьи смотришь, прям сердце радуется и думаешь, ёлки, кто же это измерял вообще? Потому что там по хорошей программе, как правило, измерено, но англичане постарались. И получается очень интересная вещь, что древнейшие эти египтянин-убийцы ранне неолитические, они от современных более-менее отличаются, ну не ахти как, а потом постепенно становятся все более-более современные, понижается надбровие, развитие надбровия, становится более выпуклый лоб, уменьшаются размеры челюстей и зубов, ну как-то так не особо. И в общем и целом облик современный, ну где-то с раннего неолита и до сейчас остается более-менее неизменным. То есть маленькие изменения есть, все-таки 7 тысяч лет прошло, но общий как бы облик, все тот же самый. И более того, выявляется изменчивость с юга на север или с севера на юг. Чем севернее, тем они более-менее европеоиднее, чем южнее, тем более-менее негроиднее. Тоже, кстати говоря, выявляется и для популяции с южной части ареала, то есть если посмотреть где-нибудь там в Кении, допустим, там тоже самое северно-кенийские группы, они как бы чуть более условно европеоиднее, те, которые самые южные, чуть более вроде бы как негроидные. Там и по цвету кожи то же самое, там почему угодно. Понятно, что при такой почти идеальной клинальной изменчивости есть энное количество вариантов этой самой эфиопской расы, но проблема в том, что они практически не описаны. То есть я говорил, что из Египта черепов полным-полно, из более южных регионов их как раз очень мало, а по живым людям данных очень мало, потому что если это Египет, Судан, Сомали, там ислам, там как бы с этим всегда проблемы начинаются, когда кого-то пытаешься измерять, же по женщинам вообще данных нету никаких, а если какие-то более южные области, там это вроде как уже и другая раса. А эфиопию, ну она вроде как христианская, и можно было бы, если бы кто-то этим занялся, но судя по всему никто не занялся, и в любом случае изменчивость географическую внутри самой эфиопии вообще никто никогда не прослеживал. То есть так, чтобы сравнить разные группы, потому что ясно, что в условиях горной изоляции должны быть какие-то варианты, так, теоретически, но на практике никто этого не смотрел. Поэтому понятно, что раса немножко менялась во времени, ну если сверху полили даже немножко, она не является в нынешнем варианте исходной для других рас, потому что она сама по себе поменялась, и в значительной степени является результатом изоляции, особенно в Эфиопии как таковой, в какой-то степени иммиграции и иммиграции, потому что, ну они там исторически просто зафиксированы, но проследить детали проблематично. То есть в большом государстве Египте с гигантскими численностями населения с неолита произошла стабилизация комплекса более-менее, и когда народу много, то никакие там завоевания, неважно, ливийские, кушитские, нубийские, еще какие-нибудь, там, какие-нибудь, не знаю, Александр Македонский, персы еще до него, там, турки, англичане, на облик никакого влияния особо не оказали. Но сами эти группы мигрировали, с севера на юг, например, и в какой-то степени популяция вот этой эфиопской расы ответственны за возникновение восточно-африканского типа негрской расы, типа Масаев, на которых в прошлый раз закончили, потому что вот эти группы шли дальше на юг, скотоводческие, смешивались с местными негрскими группами, негроидными, и получались какие-то промежуточные варианты. И такая, как бы, почти клинальная изменчивость, вот она и есть. На живых людях. А, да, еще вначале другие миграции, кроме миграции на юг, были миграции и на запад, вдоль сахельной зоны, что создало, так называемый, сахельный тип или фульбский тип, потому что главный его представитель – это фульби, которые не особо отличаются от сомалийцев и эфиопов по антропологии, ну, может, там, в некоторых группах они чуть более негроидные, но которые дошли, фактически, до Западной Африки. И в качестве такой, фактически, касты скотоводов, которые пасут свои стада и чужие стада, существуют практически во всех западноафриканских странах. И, кстати, довольно резко отличаются от местного населения и формой тела, и размерами, и цветностью, и формой лица, и, собственно, больше похожи на эфиопскую расу. Но относить ли их к эфиопской расе или к уже негроидной, как бы негрской, тут некоторый вопрос. Потому что, опять же, данных не так много, и понятно, что фульби, расселенные по половине Африки, они наверняка составлены из разных групп. Но, опять же, это надо изучать, а никто не сравнивал разные группы фульби друг с другом. Хотя некоторые группы фульби были такие изучены в Западной, наоборот, Африке, и по ним публикации даже на удивление есть. Но, если как бы отвлечься немножко от фульби, как таковых, вначале общая характеристика морфологическая всей эфиопской расы. Ну, просто фульби пусть будет картинкой. Значит, общая характеристика. Кроме того, что лицо среднее, как я уже сказал по всем возможным показателям, цвет темнее мирового среднего, заметно, но светлее негрских значений. Причем, чем южнее, тем темнее, чем севернее, тем светлее. Тут как бы достаточно четко все это срабатывает. На фульби это видно в виде татуировок. Например, вот здесь на лице у женщины есть татуировки. Я уже 150 раз говорил, что ежели есть татуировки черные, значит, кожа не такая уж прямо и темная. Волосы чаще всего курчавые, но встречаются и волнистые волосы. У эфиопской расы довольно-таки регулярно, хотя чаще все-таки курчавые. Но если учесть, что у негроидной расы они курчавые в 100% случаев, всегда вообще, то хоть какой-то процент волнистых волос уже как бы сам за себя говорит. Более того, для детей эфиопской расы характерны часто как раз волнистые волосы. То есть до поры до времени они волнистые, а с возрастом становятся все более курчавыми. И в любом случае расстояние между завитками вот при этой спиральной скрученности волос больше, чем в среднем, они гроют на расы, поэтому волосы, но если они их отращивают, они все-таки не сразу в дредды сваливаются пучочками, а такую шапку, как бы волос, образуют на голове. Что очень сильно напоминает вариант папуасов и вообще меланезийцев всех из восточных катериалов, у которых ровно то же самое. Тоже волосы почти всегда курчавые, но иногда волнистые. Тоже у детей обычно волнистые, а потом становятся курчавыми. И тоже курчавость поменьше, нежели у негроидов. Что, в общем, вполне логично и преемственно, скорее всего, хотя генетику этого дела никто не знает. Но учитывая, что восточные катериалы возникли из Восточной Африки, из восточно-африканских популяций, ну, как бы оно логично. И может быть, собственно, волнистые прямые волосы всех прочих рас, евразийских, американских, имеют как раз такое происхождение. То есть в каких-то группах на африканском роге возникла вот эта детская волнистая волосость, а потом она закрепилась и во взрослом состоянии тоже. Ну, у кого-то да, у кого-то не очень. Что характерно, у европеоидов, например, и даже, кстати, у монголоидов, что совсем удивительно, иногда индивидуально встречаются курчавые волосы персонажи. Ну, не то чтобы часто, но, в общем, вполне себе бывают. То есть как бы такое предковое, можно сказать, состояние возникает. Ну, хотя, насколько он там предковый или новообразующийся, никто не в курсе, честно говоря. Ну, и в этом смысле волнистые прямые волосы вне африканских рас, так, с некоторой натяжкой, можно считать, в принципе, некоторой неотенией. Ну, многим нравится неотения, всякие рассуждения на ее тему, меня регулярно на эту тему спрашивают. Ну, если кто-то хочет на эту тему поспекулировать, вот как бы еще один повод это сделать. Вот, хотя лично я к неотению человека крайне скептически отношусь. Ну, в общем, порассуждать всегда полезно. Про сбороды усов. Бородов тоже средний, собственно, как и все у них. То есть, нельзя сказать, чтобы он был слабый и сильнее, чем у негрской расы, заметно причем. Но и не сказать, чтобы он прям какой-то был запредельно большой. Тут всегда, когда про бороду усы стоит помнить, что мы живем в европейской части России, и здесь один из самых сильных ростов бороды усов на планете. То есть, сильнее, чем здесь, только на Кавказе и у Айнов. Все, дальше некуда. Поэтому у многих существует такое искаженное представление о мировой среднем. То есть, обычно начинают отчитывать себя, как бы считают, что я вот средний, а у кого-то есть сильнее, у кого-то слабее, там чего-то. Не важно, там процвет кожи или что-то еще такое. Но европеоидные черты, там, среднеевропейские, это не среднее значение, ну, практически по всем показателям, на самом деле, там такого, чтобы что-то было среднемировое, у европеоидов, ну, довольно проблематично найти. Равное, как у монголоида. Кстати, если кто-то монголоид, то тоже, в общем, как бы это далеко не среднее значение. Поэтому, если в мировом масштабе смотреть, то среднее как раз вот примерно это. Про рост волос на теле ничего не известно, никто не изучал. на голове, значит, характерное отличие от негрской расы обычно достаточно хорошая выраженность лобных бугров. То есть, если у негрской расы, я говорил, лобные бугры, как правило, крайне слабо развитые, а по средней линии череп поступает, то здесь бывает наоборот. Хотя вот у Фульби, ну, все-таки они с неграми больше связаны, вот у этого персонажа типичная негроидная версия. Ну, тут вообще негроидная версия. Потому что смешение, ясное дело, у Фульби-то как раз есть. Что там дальше, значит, глаза. Глаза. А, да, еще цвет я не создал волос. Ну, тут все просто. Волосы всегда черные. Тут как бы без особых вариантов. То есть, где-нибудь там на севере Египта можно, в принципе, более-менее посветлее найти персонажа, но они уже как бы и не очень эфиловская раса. Глаза с менделевидным разрезом. То есть, они по размеру чуть меньше, чем в среднем у негроидов. Ну, так, незначительно. И более, как бы, такие вытянутые в ширину. Но в мировом масштабе большие. В любом случае. То есть, больше средних. Цвет глаз почти всегда темный. Но показательно, что в некоторых популяциях, в Египте в том же самом, особенно в северных, до 2% смешанных и даже светлых глаз. Ну, прям совсем светлых, там, ошибка немного, но смешанных до 2%. В Египте напрочь темнокожих, темноволосых я лично видел двух египтян с напрочь такими голубыми, прям совсем светлыми глазами. Правда, я их, к сожалению, не сфотографировал, не замерил, не бросился их ловить. Но где-то вот я их там наблюдал. Так что, это, опять же, их отличает от негроидов, потому что у негроидов не бывает светлых глаз. Ну, может, там где-нибудь в Африке они есть, один-два человека, но как бы в процентах, если считать, ни о чем. А тут все-таки 2%. Ну, на эту тему, я не помню, я рассказывал, нет, есть такая байка, что Илья Васильевич Перевозчиков, у нас самый главный и великий рассовет последнего времени, он многие годы читал курс антропологии, рассоветния в МГУ, и ради прикола говорил, что кто мне приведет голубоглазого негра, тому пять автоматов поставлю. И, естественно, все студенты охотились за неграми, гонялись по всей Москве и не поймали ни разу. Вот, и если студенты за халявный автомат не поймали голубоглазого негра, то можно сделать вывод, что в природе таковых не существует. Правда, один раз голубоглазого негра ему таки привели, но оказалось, что у него линзы были. Ну, вот, так что, как бы, автомат у них обломался, но, ну, в смысле, не дали им автоматы. Это была подделка дешевая. Но, знаешь, голубоглазых негров фактически нет. Кстати, в интернете можно найти фотографии голубоглазых негров, но я раза два находил. Ну, чаще всего детей, да. Ну, не только детей, но там всегда вопрос, насколько это реальные фотографии, не фотошоп ли это, и насколько это вообще чистокровные негры на самом деле, потому что если это негры в какой-нибудь там США, он там наверняка трижды метисировал. Ну, такие фотографии я лично видел, да, но, как бы, достоверность неизвестна, честно говоря. А вот у эфиопской расы все-таки два процента есть. Ну, правда, это касается не всех популяций. То есть у фульби, честно говоря, я не знаю о том, чтобы были смешанные хотя бы глаза. Там всегда темные, темно-карие, черные и во всяких там других южных то же самое. Но вот два процента на севере все-таки есть. Переносие заметно отличает от негрского, потому что межглазничное расстояние переносия оно гораздо уже, чем у негров и намного сильнее профилировано. Конечно, не достигая даже средних европеоидных значений, но на фоне негров переносие выглядит прямо-таки совсем европеоидным. То же самое касается вообще всего носа, потому что спинка носа чаще всего прямая, иногда даже так и выпуклая вообще, и угол носовых костей опять же мировой средний. То есть он не слабый, как у негроидов, потому что у негроидов один из минимумов, ну хотя и не абсолютный, а здесь нос довольно сильно выступает вперед. Ну, довольно сильно, это средние мировые. По крайней мере, сильнее, чем у монголоидов, сильнее, чем у европеоидов и вполне себе. И спинка носа прямая, в отличие от вогнутой у большинства негроидов. То же самое касается ширины носа. Нос уже, чем у негроидов, но шире, чем у европеоидов. Но на фоне негроидов кажется прям-таки узким совсем. Ну, хотя если в миллиметрах изучать, измерять, как бы не такой, что он прям и узкий. Но, опять же, шире, чем у европеоидов, быть не сложно, потому что у европеоидов практически мировой минимум, ну, кроме эскимосов. В итоге здесь получается как раз среднее, опять же, значение. Потому что у негроидов самый широкий, опять же, быть уже, чем у негроидов, тоже несложно. А здесь получается более-менее среднее. И то же самое касается губ. Губы заметно тоньше, чем у негроидов, толще, чем у европеоидов. И тоже более-менее мировые средние. отошел практически по всем параметрам. Форма лица, кстати, я не упомянул. Форма лица на фоне негроидов кажется прям-таки узким лицо и вытянутым. Но если все это дело измерять, то получается, что указатели лица, то есть, высоты к ширине, они опять же средние. То есть, не такое же, оно прямо супер-узское это лицо, как может показаться на первый взгляд. Если измерять, суженность лица выглядит преувеличенной. Ну, кроме вот этого фульбского типа, который даже немножко изучался, существует энное количество смешанных групп живущих в Судане и вообще в южной части Сахары, которые в разной степени перемешаны, потому что южнее жили группы чадского типа негрской расы, соответственно, севернее южные европеоиды, берберы, арабы, а на территории Судана, особенно южного Судана, они в неведомых пропорциях смешиваются и получается что-то такое более-менее среднее. Если совсем на севере Судана там практически европеоиды, совсем на юге Судана, юге южного Судана, это уже самостоятельное государство давно, совсем негроидное, то вот где-то более-менее в середине ни то, ни сё. Но эта смесь, судя по всему, еще не до конца устоявшаяся, то есть она такая более-менее механическая смесь и, надо сказать, практически неизученная. Ну, в силу того, что Судан это такая не самая мирная страна, они лет сто после освобождения от англичан воевали, вначале с англичанами воевали, потом друг с другом воевали, потом южный Судан вроде как отделился, но там такой беспредел, что туда никто не хочет ехать и их изучать. А там вообще, кстати, много всего интересного, там и не только антропология, там археология замечательная и наверняка просто вот из всех общих соображений есть много-много австралопитеков, ну, потому что рядом есть, в Чаде есть, в Эфиопии есть, между ними, южнее Кения, там тоже есть, как бы тут по-любому должны быть, но никто туда не едет. В Сахаре существуют группы достаточно однородно изолированные, допустим, практически в центре Сахары есть на род Тубу, которые немножко изучались, ну, прям совсем чуть-чуть, там одно исследование, по-моему, про них было, и они достаточно однородные, чтобы считать их самостоятельным типом и достаточно отличаются от соседей, ну, чтобы, опять же, быть самостоятельным типом. То есть, черты лица у них достаточно европеоидные, ну, так на общем фоне, а пигментация очень темная, то есть, получается, что при такой хорошей, очень темной пигментации вполне эфиопские черты лица. Ну, в принципе, это для многих групп эфиопской расы характерно. В самой Эфиопии такой довольно-таки условный эфиопский тип, потому что, скорее всего, он там не один, вообще-то, как бы, а их много, всего того, что я уже говорил, там горы, но тоже вот очень характерное сочетание, такие более-менее бывают европеоидные черты, хотя, такие относительно, конечно, при, когда весьма-весьма темной пигментации, что даже в культуре замечательно отображается. То есть, если вот этого священника выбелить как-то, да, то, в принципе, он от какого-нибудь нашего среднерусского, даже у него вот такая, какой-то кипарик, да, характерный, не будет особо отличаться. То есть, нос, форма лица, все такое. А цвет у него один из максимальных. И в культуре это отражается в том, что иконография у них очень забавная, потому что вроде как оно почти православие, ну там, с вариациями на тему, и традиция иконописи, она вся византийская напрочь. там иконы по вот композиции от наших не особо-то отличаются. Но при этом все персонажи, ну, чаще всего персонажи темнокожие изображены, там по-разному на самом деле бывает, но часто они бывают темные. И такие бывают черные ангелочки, например. То есть, в европейской культуре вроде как чертики должны быть черненькие, а ангелы должны быть беленькие. А у эфиопов ангелы тоже черненькие, потому что, ну, как бы они сами темнокожие, как бы у них нет ассоциации, что раз черный, значит плохой. Ну, странно было бы, если бы не было так. Поэтому у них и все эти святые, Иисус, и там кто угодно еще, они все поголовно чернокожие. И характерно, что представители эфиопского типа очень сильно иногда напоминают южноиндийский, южноиндийскую расу или дровидийскую расу, вплоть до того, что, ну, индивидуально там не особо даже и поймешь. Как бы, если не знать, кто сфотографирован, например, да, и даже если это группа людей, если убрать от них там всякие украшения показательные, то получается вроде примерно то же самое. Видимо, в силу того, что южноиндийская раса тоже смешение европеоидов и экваториалов, ну, только там восточных экваториалов, но которые, собственно, от эфиопской расы исходно не особо-то отличались, поэтому смешение исходно-родственных компонентов дало одинаковый результат. На этой основе, на основе сходства эфиопской расы и южноиндийской строилось много всяких догадок и предположений о их необычайном родстве, что это прямо-таки одно и то же, что были миграции, то ли они из Эфиопии в Индии приплыли, то ли наоборот, но это, скорее всего, такой классический пример, ну, даже не конвергенции, скорее, а параллелизма, потому что все-таки это внутри одного вида и не сильно они различаются по происхождению, но все-таки различаются. И по климату, в общем, похоже, и я говорю, что и компоненты смешения были похожи. еще в разных версиях представители эфиопской расы, ну, собственно, из Эфиопии как таковой, из Эритреи, показательно, что есть группы в самой вот Эфиопии чуть более и чуть менее негроидные, некоторые прямо очень темнокожие бывают, некоторые заметно светлее. в некоторых случаях можно видеть фотографии с рыжими волосами, вот, допустим, дядя, да, с рыжей бородой, с рыжими волосами, тогда прямо фотография целая компания такая. Но, однако же, это крашеные товарищи, у них есть всяческие обычаи, допустим, на свадьбу они, особенно жених, обязан прямо-таки быть рыжим. Ну, я не знаю, жених ли это, потому что там не обязательно должен быть жених, но это как бы модно на свадьбу заявиться с рыжей бородой. Ну, жених 100% будет с рыжей бородой и когда их фотографируют, то если вот всякие там зубные типологисты пытаются потом их типировать, вот, они много там рассуждений этому отводят, что вот они там рыжебороды и все такое прочее. Про происхождение начинаются рассуждения, но нет, это просто они какой-то там хной, я не знаю, луком каким-нибудь там обесцвечивают и покрасятся. Еще в разных видах эфиопы, ну, вот здесь характерно посветление заметное, а здесь вот потемнение и здесь вот черты лица тоже вроде как уже более-менее европеоидные, но если смотреть в деталях, губы-то тонкие, а нос-то на самом деле широковат. И скула-то выступает вообще довольно основательно и волосы совершенно курчавые, то есть там никакого намека на волнистую волосы даже близко нет. Ну, и здесь все фактически курчавые, хотя вот здесь курчавая волосы все-таки не такая, как у негроидов, все-таки она как-то поширше. На территории Сомали и прилежащих территорий теоретически, скорее чем в реальности, должны жить какие-то немножко отличающиеся группы. Однако же в Сомали их не изучал практически вообще никто и никогда. Ну, то есть были исследования еще там 19 века, но они по каким-то очень странным методикам велись и сравнить их с кем-то еще крайне проблематично. Там скорее такие были описания словесные, вот они там такие-сякие, но какой-то нормальной статистики каких-то выборок из Сомали, из Джабути, Эритрея у нас фактически нету. Поэтому вот этот сомалийский тип его надо немножко, конечно, в кавычки ставить, насколько он достоверный, большой-большой вопрос. Но в некоторых случаях вроде бы они выглядят еще европеоиднее даже, чем эфиопы. Ну, и просто изоляция и географическая есть от эфиопии, и культурная, потому что там на православии тут ислам, поэтому какие-то отличия должны накапливаться, но насколько они правда и есть, большой вопрос. Что характерно, именно представители эфиопского и сомалийского типа часто в Америке фигурируют в качестве негров совсем таких. То есть сплошь и ряда бывают люди происхождения явного такого восточно-африканского и очень показательно, что среди актеров часто как раз фигурируют именно такие восточно-африканские персонажи, чуть более как бы европеоидные, при том, что в среднем в Америке преобладают как раз такие негрские негроиды из Западной Африки, откуда их везли, что может создать некоторый диссонанс. Те, кто в кино участвуют, это не совсем те, кто есть в среднем в массе среди населения. Я уж не знаю, с чем это связано, почему снимают в основном не тех, кто есть на практике, но тем не менее я обращал внимание, что довольно регулярно вот так оно получается. В Египте египетский, ну даже скорее как бы и не тип, а цепочка типов, которая представляет собой практически идеальную пленальную изменчивость. Ну, строго говоря, это не только Египет как таковой, и Судан тоже вообще сюда входит. Ну, можно его нильским было бы назвать, в принципе, но египетский где-то там термин такой светился. как я уже говорил, чем севернее, тем европейнее, чем южнее, тем негроиднее, а в принципе что-то среднее получается. В Египте существование вот этой клинальной изменчивости обеспечивается гениальной географией Египта. Я всегда завидовал школьникам Египта, когда они учат географию родной страны. Речная система Египта, Нил, без единого притока вообще в принципе, ну на территории Египта там ни одного нет, там чуть южнее есть только. И одна такая труба фактически, канава с юга на север тянется по прямой практически линии с одним изгибом единственным и там несколько порогов. Все, больше ничего нет. Ну и 30 километров вправо-влево плодородной какой-то более-менее земли, дальше пустыня с мизером населения. Ну и логично, что вдоль получается такое как бы плавное изменение, хотя понятно, что никто не мешает людям перемещаться. Поэтому такая теоретическая строго клинальная изменчивость в оригинале в реальности все-таки нарушается. Потому что в некоторых местах есть поселения эмигрантов, например, Фаюнский Азис, долго был населен греками фактически чистокровными и до сих пор в принципе вроде бы это как-то там заметно. потом были опять же всякие там завоеватели и так далее с юга, с севера, с разных сторон и они менялись. В частности среди египетского типа вроде как есть очень низкорослые группы. Ну правда в вопросах вообще относить к эфиопской расе или уже к европеоидной тут как бы не очевидно честно говоря. Но Биасутти выделил так называемый палеосахарский тип характерный для кстати тоже азиса там одного но распространенный явно не в одном месте а типичный для кочевников для бедуинов которые шляются там по этой сахаре туда-сюда и отличаются очень низким ростом. То есть вот этот палеосахарский тип ну они в принципе вот похожи на египтян вообще но они вот такого вот роста то есть типа там метр пятьдесят причем самое обидное что я их даже лично видел в какой-то момент когда я как турист был в Египте проезжая от Хургады до Луксора где-то в районе Кены есть такое поселение была остановка у нас автобуса туристического мы вышли но это было очень рано утром чуть не пять часов утра и там местные какие-то бедуины значит там фотографировались со своими верблюдами вот и мы конечно не фотографировались всегда ну как опытные путешественники но потом только до меня дошло что-то было не так потому что эти бедуины они вот такого роста все были вот как-то ну когда пять часов утра это сразу как-то в голову не приходит а потом начинает доходить что ну когда люди такого роста ну что-то здесь не так взрослые как бы не дети вот и надо было срочно их конечно фотографировать но я этого не сделал и у Беосути тоже нормальных как бы фотографий честно говоря нет но это там старые здания поэтому если у кого-то есть фотографии этих бедуинов ну они с туристами фотографируются где-то эти фотки в природе есть но я их так и не нашел я несколько раз целенаправленно пытался это сделать но когда задаешь поиск по Египту там что только не вылезает там все эти сфинксы пирамиды какие-то там статуи там еще всякая ерунда сами эти туристы бесконечные на пляже где-нибудь валяющиеся ну в основном они там я с верблюдом там еще что-нибудь такое но на верблюде под верблюдом но вот этих аборигенов самих палеосахарского типа я ни разу не видел ни на одних этих туристических фотографиях что если кто-то их найдет я вот уже много преподаю как бы и всем это призываю мне до сих пор никто не прислал вот но вот в качестве наводки я их видел в тени а вообще этот биосудтих в Фитца не видел например еще где-то так что они видимо кочуют там довольно широко и они резко отличаются то есть как бы их заметно и в чем я уж не знаю чем поддерживается их изоляция какая-то там культурная религиозная ну они по идее там все мусульмане наверное но как-то вот поддерживается потому что в среднем это бедуины рослые персонажи они в среднем большие а эти вот прям очень маленькие ну как бы вот картинки у меня нет по окраинам Африки есть еще всячески острова замечательные на запад от Африки существует несколько архипелагов суммарно называемых Макарнезия такой термин который я вообще мало где встречал но тем не менее он в природе есть в географической науке Макарнезия состоит из трех архипелагов Азорские острова Канарские острова и острова Зеленого мыса или Каба-Верди Азорские острова нам не интересны потому что там живут чистые европеоиды потому что когда их нашли португальцы они там как-то сели и стали жить и все и там в общем как бы европеоиды европеоиды их даже изучали смотрели но как бы от южных европеоидов они ничем не отличаются на Канарских и Каба-Верди история была удивительно разная хотя вроде рядом архипелаги но тем не менее расовая история и соответственно сложение современного населения были прям противоположны можно сказать на Канарских островах когда туда приплыли испанцы жили гуанчи некий загадочный народ находившийся на неолитическом уровне развития не имевший металлов но тем не менее занимавшийся земледелием которых испанцы ясное дело первым делом вырезали ну где-то еще там в 16-17 веке в принципе от гуанчи уже ничего не осталось по тем невнятным данным которые о них сохранились ну какие-то там есть описания отдельные слова имена получается что вроде как язык гуанчи был родствен берберским языкам в Северной Африке и палеогенетические исследования которые немногочисленные были тоже показывают что вроде бы они тоже родственны сахарским группам Западной Африки ну тоже собственно берберским тут правда есть некоторый вопрос как бы насколько это родство дальнее не дальнее потому что все берберские группы они ну уже железо давным-давно знают а гуанчи металлов не знали причем есть достаточно невнятные описания путешествий римлян вот как бы в эту сторону и у какого-то там плиния старшего что ли или кого-то из них есть какие-то там описания что вот там корабли куда-то там поплыли нашли какие-то там счастливые острова но по всем этим описаниям там никто не жил то есть по описаниям римлян ну если вообще речь идет про канарские острова там это прямо скажем не очевидно римляне там никого не застали а испанцы застали кучу народу вот то ли римляне писали вообще о чем-то другом ну тех же азорских допустим островах или там Каба-Верди какого-нибудь то ли гуанчи там появились довольно-таки поздно то есть уже в нашу эру и может быть они потеряли металлы всего того что руд нету просто банально на самих канарских островах и довольно быстро у них металл исчез может быть и так как вариант но археология не очень как бы что-то может снятное сказать никаких древних остатков железных орудий ну и вообще каких-то металлических там не имеется но испанцы значит их вырезали нам остались одни только черепа череп гуанчи что характерно по комплексу признаков если они на кого и похожи то опять же на таких как бы протоевропеоидов северо-западной Африки больше всего они похожи на типы афагубурумель тафаральт там таза и так далее то есть такое как бы почти кроманьонное кроманьонное население северо-западной Африки времен примерно 10 8 9 тысяч лет назад и поэтому часто приходится читать что гуанчи это последние кроманьонцы которые значит вот сохранились там на островах изолированных но конечно они не кроманьонцы потому что черты у них не очень как бы как кроманьонцы ну конкретно вот этот череп на кроманьон один прям похож прям реально похож но это так типологически в среднем значение все таки у них не совсем кроманьонцы ну они правда отличались повышенной массивностью здоровенное надбровье крупный череп такой с толстыми стенками здоровенные нижние челюсти но некоторые такие немножко вроде бы эквитериальные черты есть но они не эквитериалы по описаниям невнятным вот этим испанским времен конкисты когда они захватывали это все дело получается что они эти гуанчи были светлокожие вполне себе ну по крайней мере не темнее испанцев испанцы сами конечно там не самые белые но тем не менее гуанчи были светлокожие и вроде как такие почти европеоиды но как-то вроде не очень европеоиды но испанцы их вырезали ну загнали на всяческие рудники загнали на плантациях как водится но женщин-то взяли себе в жены и поэтому исследование генетики современных канарцев вот здесь вот такие канарцы которые как бы вроде бы с какой-то гуанчиской примесью ну фотографии как видите старые невнятные фигового качества но как бы вот какие есть какие имеют это из антропологической работы посвященной как раз вот канарцам и их связи с гуанчами современно потому что все статьи такого рода они все старые по определению новых никто не делал но есть новые палеогенетические данные и они показывают ну и просто генетические данные то есть выделяли ДНК из останков гуанчей тем более что они мумифицированы вообще есть не из современных канарцев и сравнивали и получается что митохондриальные линии современных канарцев они более чем наполовину восходят к гуанчам то есть там гуанчских линий больше половины ну а чуть меньше половины собственно европейских испанских все тех же самых а мужские Y-хромосомные линии они почти все поголовно ну там в подавляющем проценте восходят к испанским причем даже более только к североиспанским даже более только к баскским линиям то есть это вот страна баска всяческая вот северная Испания и южная Франция ну что объясняется очень просто потому что во времена когда заселяли ну европейцы колонизировали канарские острова захватывали то морячки были в основном самых нищебродов потому что это там 16 век и плавание по морям это был почти смертный приговор цинга все дела там недобрые островитяне и соответственно брали самых нищих самых задрипанных которым как бы был вариант или загнуться на родине или поплыть по морям вот ну и вот эта северная Испания гористая малоплодородная это был такой классный источник для набора моряков то есть они конечно там даже не очень-то побережье но как раз оттуда-то они в морячки и подавались и в итоге они стали основой населения канарских островов ну потому что руководили-то всякие там доны с южной Испании а масса-то народа была и с северной в итоге но все-таки некоторый процент Y-хромосомных линий и гуанческих люди по всему там есть ну правда исчезающий маленький потом естественно испанцы не могли удержаться и не понавести негров из Африки благо она рядом по соседству недалеко вести вот но показательно что процент вот этой негрской примеси от условной древности к современности падает и чем ближе к современности тем вот этих негрских линий все меньше и меньше причем они в основном опять же митохондриальные а Y-ков негрских там исчезающий минимум совсем мало так что в итоге современные канарцы сделаны примерно на половину из женщин бланчей и на вторую половину из мужчин испанцев из испанцев побольше все-таки чем половину но как-то так ну и чуть-чуть как бы с негрской примесью поскольку бланчи оригинальных вырезали давно то изображений даже нормальных нет есть правда вот такие невнятные фотографии какие-то такие доисторические ретушированные которые имеют ввиду как бы изобразить гуанчей но понятно что фотография появилась дай бог в середине 19 века и к тому времени лет 200 уже как чистокровного гуанчи не было на самом деле ну как бы вот это те которые претендуют быть как бы гуанчами вот ну а современные в принципе налицо от испанцев особо не отличаются в Каба-Верде острова зеленого мыса история была прям противоположная когда туда европейцы прибыли ну с того же пиренейского полуострова там никто не жил но острова замечательные зеленые как бы что бы там не растить какие-нибудь плантации ну а работать ясно мы же будем вот давайте-ка мы приведем негров вот а по соседству в общем негр это недалеко поэтому наловили сколько смогли в западной Африке и заселили вот но как часто бывает в итоге рабов оказалось сильно больше чем те кто ими владел и в итоге современное население Каба-Верде практически на 100% состоит из негроидов западно-африканского разлива то есть это самый такой классический суданский тип негрской расы который практически вообще ничем не отличается от западной Африки ну там с мизерным с мизерной примесью европеоидов ну очень-очень небольшой а Азорские острова как я говорил диаметрально противоположные там практически чистые европеоиды ну там с мизерной примесью там еще кого-нибудь так что вроде бы три архипелага рядышком находящиеся но прям вот совсем-совсем по-разному сформировались ну что вообще на архипелагах часто бывает ну и нельзя конечно никак пройти мимо Мадагаскара который с прямо противоположной стороны Мадагаскар это такой классический пример формирования метисного населения когда тут вмешалось вообще все что только можно было впервые Мадагаскар был заселен порядка четырех тысяч лет назад неизвестно кем единственные следы заселения Мадагаскара такой древности это кости бегемота с надрезками с разделкой которого кто-то съел то есть мы знаем что порядка четырех тысяч лет назад кто-то съел карликового бегемота кто он был на чем он был похож это нам неведомо и даже орудий собственно нет но следы орудий есть после этого Мадагаскар открыли люди из Индонезии попозже где-то порядка двух тысяч лет назад тоже не очень понятно честно говоря когда где-то около того может даже и позже причем это были понятно из Индонезии южные монголоиды но судя по лингвистике которая анализировалась и в какой-то степени опять же по генетике получается что вроде как там было само по себе смешанное население потому что из общих соображений по культуре получается что вроде как они должны были плыть в суматры потому что на суматре в это время были достаточно мощные султанаты государства и они вообще могли организовать ну и собственно и организовывали торговые экспедиции по Индийскому океану по муссонному течению когда там муссон полгода дует в одну сторону полгода в другую ну и собственно прекрасно садишься на лодку и плывешь а потом поворачиваешь паруса и следующие полгода плывешь назад возвращаешься ну и вот этот торговый путь такой дугой вдоль Индийского океана южного как бы берега Евразии он был такой накатанный торговой тропой от суматры до Африки вот они туда-сюда катались но как бы суматранцы это дело организовывали а опять же основная часть морячков ну и тех кто греб и паруса тинул такие канаты их видимо наняли на Калимантане потому что основа мальгарского современного языка это судя по всему северо-калимантанские диалекты даякские там куча этих даякских языков и диалектов но вот к ним собственно видимо восходит мальгарский язык то есть как я себе это представляю ну и не только я в принципе вообще там кто этим занимается получается что организаторы путешествий были суматранцы а морячки были даяки ну опять же самые бедные персонажи которые в общем зато были многочисленны потому что моряков много должно быть всех этих гребцов там и матросов поэтому они стали основой мальгашей в итоге когда люди приплыли на Мадагаскар там никто не жил ну в смысле вот эти южные монголоиды и они там радостно заселились стали есть бегемотов эпиорнисов гигантских лемуров ну где-то к 16 веку они собственно все это съели но тут стали подтягиваться ну и даже чуть пораньше наверное люди из Южной Азии из Ближнего Востока причем судя по всему в основном это были аманцы и иранцы ну потому что через Аман и Южный Иран пролегали как раз вот эти самые торговые пути ну и тут возникают сказки тысячи одной ночи птица Рух самые эпиорнисы там все такое прочее ну и если почитать там сказки про Синбада морехода например там все сказки состоят из того что вот мы плыли и нашли такой остров а потом поплыли и нашли другой остров потом поплыли и нашли третий остров и так вот до бесконечности ну собственно так у них это все и правда и выглядело потому что в Индийском океане целая куча островов мелких ну как правило они маленькие как бы ни о чем а в конце есть такой замечательный красивый Мадагаскар главное мимо не промахнуться и не уплыть куда-то в Антарктиду ну что вероятно иногда и было но про них мы уже ничего не узнаем вот а те которые все-таки успевали притормозить и высадиться стали мальгашами но вот эти самые арабы условные ну хотя это не арабы а срок говоря аманцы и иранцы ну хотя и арабы в каком-то количестве там тоже были значит они тоже туда приплывали и вытесняли исходных вот этих мальгашей в центральные части почему теперь южно-монголоидные черты преобладают в населении центрального Мадагаскара а такие южно-европеоидные черты по побережью потом арабы как обычно бывает по своей доброй традиции не могли удержаться и не понавести негров потому что рядом Сокотра ну она там чуть посевернее Занзибар который тоже в общем недалеко от Мадагаскара это такие ядреные центры работорговли ну и вообще вся Восточная Африка это все сплошная зона арабской работорговли и на Мадагаскар они везли в основном людей из Танзании и даже наверное еще больше из Мозамбика ну который Мозамбик он просто строго напротив находится там Мозамбикский пролив как-то разделяет понавезли столько негров что их в итоге стало больше чем привозящих и поэтому теперь население западного побережья Мадагаскара практически чисто негроидное то есть они даже по одежде не отличаются от тех же там не знаю танзанийцев мозамбиксков мозамбикцев а местами вообще на Масаев очень даже сильно похожи ну хотя Масаев все-таки там сильно северний они позлее были поэтому их там в расу было потруднее загнать но в общем видимо периодически тоже привозили то есть негроидный компонент сюда тоже добавился после чего приплыли ясное дело европеоиды ну европейские в смысле европеоиды уже не вот эти западноазиатские то есть французы англичане ну и все кто готов был ну вначале еще португальцы васкадагама да там испанцы те же самые и Мадагаскар стал замечательным местом ну и острова рядом с ним для пиратских баз и особенно на южном Мадагаскаре было энное количество таких пиратских городов фактически где были уже европейские европеоиды в основном южные ну хотя англичане они как бы уже вроде даже и северные они еще свою как бы свой вклад добавили все это вот так вот перемешалось и в итоге получились Мальгаши в разных местах разные центральные части более чуть монголоидные на западе более негроидные по разным точкам побережья где южноевропеоидные где там просто какие-то абстрактные европеоидные потому что там перемешано уже все подряд оказалось при этом это один народ Мальгаши и язык у них Мальгашский один а расовый облик немножко различается но проблема в том что это разнообразие почти никем никогда не изучалось то есть исследования Мальгаши были французы что-то там даже измеряли но во-первых ужасно опубликовано во-вторых опубликовано в таких местах где-то никогда не найдешь то есть какие-то там древние публикации которые даже не оцифрованы краниология есть одна работа по краниологии Мальгашей тоже недоступная практически там только обрывочные данные по ней есть где-то в библиотеке она лежит конечно но непонятно где и тут еще есть на чем поработать на самом деле на Мадагаскаре а в итоге получается такая по сути расовая смесь или клина то есть что-то такое перемешанное достаточно загадочного облика о такой суперсмешанности Мальгаши говорит замечательный факт что вот тот же самый Илья Васильевич Перевозчиков рассказывал что когда он много лет читал курс расоведения в поточной аудитории причем как бы на весь курс биофака там 180 человек ну когда много лет одно и то же читаешь уже в принципе как магнитофон говоришь а думать можно про что-то свое и вот в качестве развлечения он типировал как бы типологизировал людей и развлекался тем что угадывал откуда они есть ну вот этот оттуда этот оттуда и вот он на одной лекции там спереди на переменем ряду сидит какой-то персонаж и перевозчик на него смотрит и понять не может он такой может быть и там все перебирал в голове и там и так и сяк и эдак и вообще непонятно кто это такой откуда он такой взялся вот и настолько прямо ему это заинтриговало что он поймал этого студента в конце лекции и спросил его откуда он есть оказалось что это мальгаш то есть это был как перевозчиков сам говорил единственный раз когда он вот вообще не мог определиться и понять откуда этот человек вообще произошел вот так что мальгаши загадочные мораль проста если кто допустим бывает на Мадагаскаре готов снабдить инструментами померьте пожалуйста науке сделайте неоценимую слугу ну а в итоге вот бывают всякие лица достаточно вроде бы монголоидные достаточно вроде бы негроидные но при том с апикантусом вроде бы такие как бы южно-монголоидные вроде как с негроидными чертами и с прямыми волосами а здесь вроде то ли пурчавые то ли не пойму какие ну вот но статистики нет никакой поэтому вот можно картиночки опять же разглядывать а внятно написать невозможно рядом с Мадагаскаром есть несколько архипелагов которые вплоть до европейского появления не были плотно населены то есть там периодически кто-то мимо проплывал ну типа там Синбада-марихода высаживался но постоянного населения не было это Каморские острова Сидшильские острова ну и дальше еще Мальдивские ну на Мальдивских там фактически те же самые индусы живут то есть Мальдивские острова их даже там один раз изучали антропологически там в принципе население конечно смешанное но от индийского ничем особо не отличающегося а на Сейшильских и Каморских немножко по-разному проблема в том что опять же никто антропологически не изучал вот поэтому есть вот тоже можно какие-нибудь фоточки смотреть там смешение негроидов южных веропиоидов и видимо дровидоидов потому что это опять же вот этот торговый путь через Индию но внятного исследования нет и то же самое можно сказать про Каморские острова на Каморских островах явно очень большая негроидность потому что туда рабов привозили в большом количестве но это не чистые негроиды из Африки к ним примешано явно еще что-то но что в каком проценте в каком количестве науки неведомо про Каморские острова есть одна единственная статья где описано по-моему два что ли черепа или там шесть черепов что-то такое причем так убого описано типологически как бы данных можно сказать что нет по живым данным нет вообще практически никаких так что это тоже пока загадочная территория вот это Африка и то что рядом с Африкой дальше у нас начинаются восточные квадриалы значит ну для начала надо сказать повториться вернее что человечество в целом получается делится на африканцев и не африканцев и по генетическому разнообразию все не африканцы сводимы восточным африканцам вот фактически это как бы вариант на тему эфиопской расы по большому счету ну причем не в современном исполнении эфиопской расы а предков эфиопской расы которые жили там 50 тысяч лет назад относительно того как потом сложилась судьба вот этих не африканцев в целом есть несколько гипотез я их тоже уже озвучивал по наиболее адекватной современной версии вначале отделилась группа которая стала восточными экваториалами а потом из очень похожих формировались все остальные севропеоиды и монголоиды ну а от монголоидов еще немножко отделились потом американоиды можно это все по-разному как видите можно стволом расой есть всякие термины там восточная экваториальная раса иногда пишется через тире иногда слитная австраломеланизийская раса австраломеланизоидная раса австралоидная раса это все по большому счету синонимы то есть тут как бы можно по-разному давать но суть не меняется еще тоже можно напомнить что раньше восточные экваториалы от западных никак особо не отделялись и считались единой экваториальной расой но уже где-то лет так 20-30 никто это как особо научную версию не рассматривает все-таки они сильно отличаются сама по себе восточная экваториальная раса в разы разнообразнее чем африканская по морфологии по генетике однообразнее а по морфологии разнообразнее относительно главных подразделений можно спорить на самом деле часто выделяются три основные группы это цилонозонская раса хотя даже географически есть большие сомнения насколько она вообще единая потому что есть такое очень мощное мнение мое личное например что это строго говоря две разных расы а может быть даже и гораздо больше потому что где Индия где Сулавеси как бы и даже если на них смотреть видно что они все-таки отличаются но тем не менее в классическом исполнении скажем урагинского левениц и он изумская раса единая меланезийская раса которая на мой взгляд тоже далеко не единая потому что конечно там есть общие черты главным образом цвет кожи и курчавые волосы но по большому счету на курчавых волосах и темном цвете кожи все останавливается все остальное у них отличается и по большому составлено из целой кучи разных рас а если во главу угла ставить не просто цвет кожи да какую типологисту 19 века а происхождение то есть когда эта раса сформировалась ну когда ее вернее варианты сформировались то получается что между ними различия больше чем между нами и некоторыми из них скорее всего ну с большой вероятностью потому что например какие-нибудь там андаманские аборигены никто не знает когда они там оказались но по некоторым оценкам может там 50 тысяч лет назад то есть фактически это прямо их изоляция восходит к изоляции самых первых внеафриканских сапиенсов вообще и тогда непонятно с какой стати они должны быть в одной расе с какими-нибудь фиджийцами например да которые до фиджи добрались там отела две тысячи лет ну не две а что там три тысячи лет назад то есть где пятьдесят где три и насколько уж они там росты большой-большой вопрос но тем не менее в классическом исполнении они все объединяются в одну меланезийскую или меланезоидную расу ну это там оиды это как бы окончание такое ну и австралийская или опять же австралоидная раса с ней более-менее все понятно это население это население материковой австралии ну и там нескольких маленьких островочков по соседству и это наверное такая внятная действительно единая раса которая по всем возможным данным и морфологии и генетики и палеоантропологии правда единая но с этим все хорошо существует вопрос насколько самостоятельная тасманийская раса потому что как бы она вроде бы самостоятельная и из общей логики получается что она самоизолированная из всех вообще раз человечества потому что ну где-то тысяч 20 лет они сидели практически в полной изоляции а может быть и больше но проблема в том что сейчас тасманийских аборигенов в природе больше нет в чистом виде они исчезли ну как бы не по своей воле понятное дело их отстреляли влобные англичане из ружей есть некоторое количество их потомков но об этом я еще скажу кто-то не изучал поэтому по-хорошему конечно тасманийская раса заслужит выделение в самостоятельную прям таки большую расу но с той поправкой что это было 150 лет назад а теперь их больше нет собственно австралоиды австралийские аборигены причем ну обязательно стоит упомянуть хотя я думаю здесь присутствующим это очевидно что речь идет об аборигенах австралии потому что сплошь и рядом я сталкиваюсь с такой ситуацией для меня это как-то даже странно но вот я сталкиваюсь что я начинаю рассказывать про аборигенов а потом кто-нибудь с удивлением говорит да ведь они же белые они же от нас не отличаются вообще о чем вы говорите вот я говорю не о понаехавших англичанах и там сотоварищей всяких разных других которые туда прибыли там со времен Кука и позже а я говорю об аборигенах которые там жили как бы первыми ну сразу после кенгуру собственно Австралия была заселена порядка 50 тысяч лет назад и скорее всего более-менее единой группой об этом говорит в частности исследование биохимических параметров крови у них у всех поголовно одна и та же группа крови я правда все время забываю какая но по-моему которая А единственное есть несколько популяций групп на севере Австралии в основном в Арнемленде ну и на Кейп-Йорке у которых есть другие варианты групп крови типичные для попуасов с Новой Гвинеи ну что в общем как бы нелогично то есть если рядом есть Новой Гвинея то собственно чего бы не быть примеси оттуда и там же на севере Австралии кроме вот этих биохимических маркеров есть культурные следы взаимодействия с попуасами то есть там есть лодки с балансиром там есть свайные дома там есть лук со стрелами и еще что-то такое из этой серии что говорит о том что какое-то влияние попуасов ну а может и меланезийцев а может даже и полинезийцев а может даже и индонезийцев на североавстралийских аборигенов таки было но вряд ли оно было сильно большим потому что вооруженность была примерно одинаковая что и те с копьями и эти с копьями а численность приплывавших по-любому была меньше ну сколько их там на лодке могло поместиться там 20 человек пусть да аборигенов тоже конечно было не густо прямо скажем но собраться при случае толпой они могли в общем-то и видимо таки собирались ну а кушать хотелось поэтому приплывавшие сильно много шансов как бы расплодиться какой-то там генетический след оставить не могли вот хотя точно приплывали есть например в северной Австралии раскопаны погребения макасаров каких-то которые из Индонезии приплывали ловить трепангов вот и они по антропологическим данным прямо такие южные монголоиды красивые ну вот скелетики-то лежать в могилках а так чтобы это как-то повлиять на антропологию местную как бы вообще ни разу не факт тем более что большей частью все эти там макасары и прочее стали туда приплывать уже после европейского открытия Австралии когда европейцы протоптали дорожку ну первые видимо испанцы там были потом всякие другие ну про испанцев рядом с Австралией нам известно только благодаря находкам пушек у берегов Австралии когда видимо какие-то там корабли сажались на мель и там срочно все бросаем тяжелое за борт чтобы подняться и в отлив и плыть вот но у испанцев была такая добрая тоже традиция все секретить то есть как бы мы нашли новый материк давайте это засекретим и никому не расскажем вот поэтому они так засекретили что даже сами про это не знают и о том что они там вообще в принципе были известно только по этим пушкам которые где-то там на рифах нашли ну а англичане они же либеральные люди они тут же всем растрепали и поэтому собственно теперь все знают что вроде как англичане хотя до англичан еще голландцы поэтому она там долго называлась Новая Голландия например так что там все европейцы так или иначе проплыли мимо а после ее стали осваивать уже и другие там опять же вот южный монголоид там все коммунилии но это было уже поздно а австралийские аборигены когда туда заселились расселились по всей Австралии видимо довольно быстро о чем говорит то что древнейшие следы пребывания австралийцев в Австралии они чаще всего находятся на южном побережье Австралии то есть понятно что с севера они туда пришли существует довольно длительная дискуссия относительно того как они прошли в основном через древним ленты как бы вот таким западным путем или в основном на Кейп-Йорке восточным путем но учитывая палеогеографию этот спор вообще не имеет смысла хотя ему много было посвящено потому что когда Австралию заселяли Австралия была соединена с Новой Гвинеей в Единый Сахул и вот этого разделения между Арнимлендом и Кейп-Йорком вообще как бы и не было и там где сейчас вот этот залив огромный да и там всякое Арафурское море ничего там этого не было никакого того залива Крапентария а было там суша и народ мог спокойно там шляться то есть люди открыли строго говоря не Австралию они открыли Новую Гвинею в составе Сахула а потом как бы и туда зашли один раз или несколько люди приходили большой вопрос существует версия что один раз есть так называемые дигибридные концепции есть тригибридные концепции тригибридные концепции разработаны больше всего и честно говоря имеет больше всего фактических оснований но такие скорее всего неверно в классическом исполнении тригибридные концепции звучит следующим образом что первыми кто туда попал были пигмейские группы меланизоидного облика от которых остались баринес в Квинсленде стало быть вторыми были так называемые мюрейцы да и кстати потомки этих же первых поселенцев еще и тасманийцы тоже вторыми были так называемые мюрейцы которые были более светлокожие более бородатые и как бы такие похожие на айнов но их в итоге вытеснили на юг карпентарицы которые были похожи на папуасов которые были более там курчавыми волосами более темнокожие пограцильнее так немножко ну и собственно три волны наложили друг на друга и получились астралийцы вот и вот эти три группы они в общем анатомически морфологически да отличаются друг от друга но большой вопрос насколько это говорит о разных волнах заселения все таки больше всего данных ну с привлечением палеоантропологии говорит о том что это было более-менее единое заселение которое потом разделилось на варианты причем различие всех этих вариантов у меня так пестренько здесь покрашено да там такие сякие пятые десятые на самом деле разница не ахти там какая то есть вот эта изменчивость самых северных самых южных самых западных самых восточных она укладывается в малые расы скажем европеоидов вот или там монголоидов и не ахти она там велика поэтому по большинству параметров австралийцы слабо изменчивые и как-то не сильно дифференцированные может быть это объясняется специфической брачной системой австралийских аборигенов на момент открытия по крайней мере европейцами скорее всего и до этого у них по сути не было даже племенной структуры в таком четком понимании классическом определении племени потому что сейчас очень часто говорят племя австралийцы племя оранда племя одной общей культуры а по сути они существовали семейными группами и если какой-то рост там и было то по языкам языков было штук 800 и фактически все соседи говорили на разных языках точно никто не знает сколько на самом деле потому что их вырезали гораздо быстрее чем стали изучать языки но по некоторым оценкам примерно как на Новой Гвинеи у них там было фактически каждая семья на своем языке говорит ну не каждая конечно но что-то близко к тому и при этом все примерно на одном уровне развития все охотники собиратели все гоняются за апостолами этими кенгурями ну не апостолами это Южная Америка ну там бандикутами в Алабе копьями ну там самые одаренные с бумерангами хотя кстати даже бумеранги были не у всех и браки заключаются с соседями ну потому что группки маленькие семейные внутри группы заключать браки невозможно соответственно с соседями но те соседи с другими соседями те с другими и в отсутствии внятных географических барьеров потому что в Австралии нет больших барьеров там есть в центре пустыня но в принципе для аборигенов она тоже была вполне себе проходимая и есть так называемые австралийские Альпы где кстати на момент появления европейцев большая часть населения в общем-то и жила но про них мы не знаем вообще ничего то есть это была большая часть населения которых тут же выпилили и от них не осталось ничего вообще но как бы опять же эти горы не такие прям грандиозные они вполне себе были проходимы и ничего от чего они не отделяют были конечно еще ну и в принципе есть леса в Квинсленде в том же самом но там эти барины да появились более-менее изолированные а все остальное это более-менее одна и та же саванна открытая такого паркового типа где никаких внятных барьеров нет поэтому размеры охотничьих территорий определялись скорее возможностями ходьбы то есть вот сколько я могу пройти там 30 километров туда-обратно ну чтобы там контролировать эту территорию столько вот наша территория а дальше соседи ну и мы с ними браки заключаем а дальше другие соседи с которыми они браки заключают и получается что всех австралийцев можно рассматривать как такую мегапопуляцию такую суперпопуляцию единую где генный поток идет от края до края в общем достаточно беспрепятственно ну с минимальными по крайней мере препятствиями хотя расстояние все-таки сказывается и понятно что жители Арнемлинда самого севера да с жителями Мюрея какого-нибудь там реки Мюрей там или Дарлинг они браков напрямую заключать не могли поэтому расстояние сказывалось генный дрейф работал там всякие эффекты основателя бутылочной горлышки и поэтому крайние варианты друг от друга отличаются а те которые рядышком и не отличаются поэтому вот эти супер четкие границы которые я тут так изобразил в фотошопе по-быстрому они как бы строго говоря не должны быть четкими это должно все плавненько одно в другое перетекать что собственно антропологически и показывается другое дело что есть чисто техническая сложность изучения этого разнообразия потому что так же как с бушменами здесь чаще всего дефиниция и самих групп если это живые и черепов уж подавно идет просто австралийские аборигены вы кого измеряли австралийских аборигенов это чей череп австралийского аборигена то есть это приводит к тому что когда мы пытаемся найти какую-то изменчивость мы ее не видим потому что они все австралийские аборигены это как если мы допустим все черепа измерения живых европейцев будем давать определение да дефиницию это европеец вот и если мы всех европейцев начнем усреднять до кучи то естественно они все будут одинаковые конечно же потому что мы по определению считаем что это одна и та же группа а как только пытаются найти нормальные как бы дать определение уже разница все-таки находится но так делали очень немногие прям скажем исследователи в основном это были Бетсел с Мэтью ну Бетсел собственно сам как таковой в основном этим занимался и вот исследования когда исследовались южные австралийцы северные там другие пятые и десятые тогда да получается что у этих там борода погуще у этих волос по Курчаве и все-таки какая-то разница нарисуется тут же сразу вот хотя я говорю в любом случае она все-таки не очень велика вот еще есть сложность такая чисто административное исследование этих групп потому что современная Австралия она делится там северная территория северная Австралия западная Австралия южная Австралия Виктория Квинсленд но понятие северная Австралия ну как она вот как бы географически она отхватывает половину Австралии на самом деле и то что западная Австралия она северной встречается где-то вот в центре а нету понятия центральная Австралия административного поэтому когда какая-то группа обозначается как жители северной Австралии это не значит что они на севере Австралии это значит что это территория называется северная Австралия а в реальности это может быть вполне себе центральная. И также, если они обозначаются западной Австралией, то тоже может быть центральная. Она может быть та же самая, что и северная, соседняя группа, но граница по пустыне от Балды проведена. И как бы ты не знаешь, что это какой-то самый запад Австралии. С этим вечные проблемы. Потому что в условиях бесконечной равнины с минимумом рек и во все стороны все равно и одинаково, географическая привязка у групп, она, как правило, вообще никакая. Абсолютно. Если смотреть конкретные находки черепов, измерения живых групп, это как бы из западной Австралии. А привязать крайне проблематично. Ну, можно. Если это делать, то какие-то все-таки группы вырисовываются. Кстати говоря, способности преодолевать пространство у австралийских аборигенов совершенно уникальные и замечательные. Всем советую посмотреть фильм «Забор от кроликов». Есть такой замечательный фильм, посвященный судьбе двух девочек, потому что у австралийцев таких уже белых было несколько таких метаний, как бы, что делать с аборигенами. Вначале их рассматривали как просто состав фауны. Ну, то есть там прямо есть такие замечательные книги фауна Австралии. Там «Кенгуру», «Вамбат», «Абориген», «Коала», «Эму». Ну, и все через запятую. И тогда их рассматривали как вредители сельского хозяйства. Прямо буквально. Какие есть вредители? Сумчатый волк, овец якобы, кия какой-нибудь, если это Новая Зеландия, абориген. Тоже как бы там вредит сельскому хозяйству. Ну и, соответственно, их отстреливали просто. Есть совершенно шикарные описания, когда, допустим, там ученый друг из города приезжает к фермеру местному. Они там сидят в фазенде какой-то австралийской и курят трубки. И ученый друг говорит, о, как бы прикольно было бы иметь череп австралийского аборигена. Хозяин там кивает своему сыну, сын берет шляпу, одевает, выходит, через два часа возвращается с мешком и там «Выбирай». И там такие головы настряженные лежать. Ну, как бы нормально, 20 штук, допустим. Ну, вот как-то так. Потом, соответственно, этих белых европейцев шатнуло немного в другую сторону, что давайте цивилизовать аборигенов. Как бы хватит их отстреливать, давайте мы их будем приводить в цивилизацию. Ну, вот, собственно, фильм «Забор от кроликов» как раз про это. Когда их селили в резервации, детей отнимали у родителей, селяли в такие, как бы, эти интернаты и всячески пытались их сделать европейцами. Ну, вот, даже насильно их митисировали усиленно. И вот как раз к этим временам это до 70-го какого-то года продолжалось, на самом деле. Относится эпизод, когда две девочки свалили из такого интерната и пошли домой. Ну, проблема была в том, что дом был на противоположной стороне Австралии, и чтобы не заблудиться, они шли вдоль забора от кроликов. Потому что, ну, кролики, беда в Австралии, поэтому вся Австралия с севера на юг была разгорожена забором. Таким не сильно грандиозным, там такая сетка, но как бы вдоль нее классно идти. И вот эти девочки, они прошли всю Австралию с севера на юг по самой такой жесткой пустыне, которая как бы вот совсем пустыня. Ну, им это не помешало вообще ни разу. Ну, в фильме там все кончается очень так как-то бодренько, хэппи-энд, что вроде как вот, они там дошли домой. Вот. На самом деле эта история-то реальная. Их таки поймали и запихали обратно в интернат, где они, в общем-то, и закончились. Вот. Так что, ну, потом в Австралии политкорректность достигла апогея. И теперь, если вы посмотрите что-нибудь про Австралию, там будет классно, пафосно звучать про древнюю цивилизацию австралийских аборигенов, какие они были замечательны, как они любили природу, как они бережно к ней относились. Ну, учитывая, что они спалили все, что там было и сожрали вообще все, что шевелилось, уничтожили всю мегафауну и, как бы, ответственность за пустыню в немало степени, потому что палами все это выжигали. Вот. Ну, вот древняя цивилизация, причем, как бы, слово цивилизация произносится вообще там без заглядки на определение слова. И, как теперь все должны, значит, там, петь гимны на австралийском языке, аборигенском, детишки в школе, там, ну, то есть, обучение в школе начинается с песни гимн Австралии на аборигенском языке. с ними относились, ну, это пофигу всем. Вот. Ну, и все в таком ключе. Так что, сейчас, как бы, надежд на объективное изучение австралийских аборигенов фактически нет. Ну, а в настоящее время аборигенов их, там, что-то полтора процента или, там, меньше процента, что-то такое. Ну, тех, которые, как бы, чистокровные, хотя чистокровных там давно нет. Ну, про это я еще скажу. Ну, если давать характеристику в целом, потому что все-таки они достаточно однородные, как я сказал, то в строении черепа череп длинный, но длина в основном за счет огромного надбровья и часто мощного затылочного рельефа. И надбровье, затылочный рельеф, да и височный рельеф максимальные по всей планете. То есть, круче, чем у австралийских аборигенов среди сайпиенсов современных нет нигде вообще. В качестве такого суперклассного примера, вот этот вот по центру череп, это один и тот же, вот сбоку и спереди, это женский череп. При том, что здесь надбровье, ну, это практически индивидуальный рекорд, почти индивидуальный рекорд для современного человечества вообще. Причем этот череп опубликован был в статье, ну, откуда я картиночку вытащил, с гениальным названием неандертогоидный череп из Австралии. Причем это череп 20-го в плане сей века и женщина, она как бы, ее по имени она известна, то есть, как бы, это 100% женские, потому что она просто вот известная личность была. При этом череп очень низкий, очень узкий. И за счет того, что он очень узкий и очень длинный, получается гиперделихокранный. В некоторых случаях тут фактически индивидуальные рекорды гиперделихокранности, опять же, в мировом масштабе. Сопоставимо по гиперделихокранности только некоторые черепа с Новой Гвинеи. Там есть тоже известные черепа, некоторые вот с такими же указателями, то есть, они бьют вообще все абсолютно рекорды. Череп с очень покатан лобом, вот, приплюснутым лобные бугры, как правило, слабо выраженные. Но всегда стоит помнить, что не надо все эти признаки слишком преувеличивать тоже, потому что это все-таки никак не пятикантропы, не неандертальцы. И таких можно найти, в принципе, но это не среднее значение. Вот здесь для примера я привел прорисовку обвод другого черепа австралийского аборигена, где на брови вполне себе умеренные, затылочный рельеф никакого нет, и он такой вполне себе округлый, ну и тут трудно сказать, какого он размера абсолютного, но как бы в любом случае он достаточно такой умеренный по развитию умеренного рельефа, и в среднем тут, конечно, до неандертальцев далеко. То есть персонажей можно найти, но всегда стоит помнить о любви к типологизму, потому что когда, особенно это тоже еще и живых касается, когда фотографы попадают в группу австралийских аборигенов, ну или художник, если там 19 век, то они стремятся найти самого страшного персонажа, у которого, как у пятикантропа реальному брови, и вот этого самого мега-монстра они, собственно, фотографируют. А потом все смотрят и говорят, ой, какие ужасные австралийские аборигены, страсть-то какая. Но, в принципе, это и у нас можно найти какого-нибудь ужасного товарища и сказать, что все европеоиды такие. Это сто процентов так, потому что, скажем, у Миклуха Маклая есть прямым текстом такие места, где он пишет, ну там, правда, про попласов, но смысл тот же самый, что я вот пришел в какую-то деревню очередную, там, Бонгу, Гаренду, и, значит, среди окруживших меня дикарей нашел самого такого как бы, ух, такого как бы попласа, типичного, ну, причем у него слово типичный, прямо оно так и идет, и вот его портрет. Ну, и там смотришься такой портрет, значит, там тоже с таким вот надбровем, с какими-то челюстями там, как у Арангутана, вот, но у него прямым текстом написано, что это супер выдающийся персонаж, а других он не нарисовал, потому что их рисовать, как бы люди и люди. Вот, и для вот антропологии времен до середины 20 века, это крайне типично, вот, это не только австралийский аварийный, касается, но их в особенности, потому что про их массивность как раз больше всего было сказано. Лицо, оно довольно-таки средних размеров, в отличие от восточных эквториалов, кстати, да, и по надбровью, здесь от западных, в смысле, эквториалов, по надбровью и по размерам лица это прям противоположность западным эквториалам, потому что у негроидов надбровье как раз всегда слабое, заслочный рельеф как раз слабый, и лицо низкое, а здесь оно может быть вполне средних высот, широкое достаточно лицо, и с очень большими челюстями, то есть размеры нёба и по длине, и по ширине рекордные, абсолютный рекорд мировой. Сопоставимые только у тасманийцев, но тасманийцев больше нет. И размеры зубов тоже мировой рекорд абсолютный, больше, чем у австралийских аборигенов уже ни у кого. Правда, по отдельным измерительным признакам отдельных зубов еще индейцы Пима даже превосходят некоторую группу австралийцев, почему-то вот у индейцев Пима тоже какие-то гигантские зубы. Хотя челюсти не скажешь, что там гигантские, но вообще размеры зубов и размеры челюстей это не одно и то же. Но у австралийских аборигенов это совпадает, у них какое-то и другое большое. Значит, на живом человеке цвет кожи темный, даже очень темный бывает, но в среднем все-таки чуть посветлее, чем у невроидов. Но тут есть, правда, вопрос. вот это чуть большее посветление, оно из-за того, что у них как бы оно так или потому, что они современные, довольно метисированные. Потому что научные исследования цвета кожи были уже только с середины, ну не середины, с первой, третьей, двадцатого века, когда не факт, что чистокровные аборигены вообще где-то сохранялись на самом деле. Ну а те группы, которые чистокровные таки сохранялись в Западной Австралии, они до 70-х годов вели в плане такой аборигенский образ жизни. Там их никто антропологически как раз не изучал. Ну цвет кожи, правда, темный. Значит, волосы по цвету, ну вначале, ну пусть по цвету, да, что сказал, цвет чаще всего черный, но, что характерно, довольно регулярно бывает и светлый, с неведомой, честно говоря, частотой, потому что, опять же, толком никто не считал, но у детей довольно-таки, прямо-таки часто бывают светлые волосы, у мужчин они всегда темнеют, а у женщин регулярно остаются светлыми, и поэтому тут от негроидов прямо разница очень мощная. Генетику светлого цвета волос у австралийских аборигенов никто не смотрел, у меланезийцев это другая мутация, чем у европеоидов самостоятельная. Насколько у австралийских аборигенов она та же или не та же, неизвестна, может быть, а может быть и нет. Причем, даже когда волосы черные, они довольно легко выцветающие, то есть это такая какая-то особая фишка, ну вроде меланин, он и есть меланин, но тем не менее, по факту, у негроидов волосы не выцветают никогда, сколько они там не будут шляться под солнышком, волосы все равно черные, абсолютно. Ну вот, или там у монголоидов тоже, у китайцев, да, сколько угодно могут на солнце находиться, все равно волосы черные. А у астралийских аборигенов они как-то легко выцветают, вот, и даже если они как бы не от рождения светлые, все равно они какие-то такие блеклые получаются. Не знаю, как это биохимически определяется, но по факту это так. Форма волос чаще всего волнистая, причем такая узко-волнистая. Если верить Рогинскому Левину, то курчавые волосы освещаются только там крайне редко индивидуально где-нибудь там Виктории, где может быть эта примесь тасмонийских аборигенов. Если верить Бетцову, который, собственно, их перемерил несколько сотен, то там до 40% курчавых волос на самом деле в некоторых группах, ну там в разных группах по-разному на самом деле, но в некоторых до 40% это почти половина. Тут, правда, есть вопрос, насколько методика Бетцова совпадает как бы с советской методикой, потому что понятие курчавости, оно такое довольно растяжимое, но, правда, курчавые бывают. И, в общем, в довольно большом проценте. Причем, в отличие от того, что написано у Рогинского Левина, на севере Австралии курчавые волосы чаще, чем на юге. Ну, я про это сейчас скажу. Но все-таки чаще волнистые. Все-таки в подавляющем количестве случаев волосы волнистые, но такие, то, что называется, узковолнистые, то есть такие как бы сильно волнистые. Ну, вот, как здесь видно. Ростбороды усов. Выше мировой средней. Как бы до максимума не дотягивает, но выше мировой средней. Тут есть, опять же, такой, как бы, немножко глюк выборки, ну, фотографий. Потому что, если верить фотографиям, то они все супер-мега-бородатые. То есть они прям все там супер-зарошие, но, потому что, опять же, фотографы любят бородатых, колоритных, таких супер-персонажей. Вот. А как бы не шибко бородатых, ну, как-то они не впечатляют. Вот. И еще это определяется тем, что они не сильно эту бороду стригут. Если посмотреть на фотографии русских крестьян 19 века, или, там, начала 20-го, там тоже они до пояса с бородинью, с такой гигантской, потому что, ну, как бы, бог не велел, и поэтому они, собственно, все бородатые. Ну, стригся нельзя, и здесь тоже, как бы, они не сильно стриглись, хотя, кстати, стриглись там этими очепами, этими, они вполне себе подстригались. Ну, так, без фанатизма, прям, скажем. Вот. Поэтому они, правда, бородатые. Но, если сравнивать с европеоидами, то по степени роста волос фактически, как у средних европеоидов, то же самое получается. Но учитывая, что у средних европеоидов сильно выше средней мировой, то и здесь сильно выше средней мировой. Вот. Но не максимум. Никак. То же самое касается волос на теле. Волос на теле в разных группах там бывает по-разному, но тоже, в общем, более-менее средний. При том, что на фотографиях иногда прям такие супер мохнатые какие-то персонажи, но это вот, как я про пигмеев говорил, здесь все то же самое. В среднем все-таки не так все ужасно. Глаза. Глаза всегда темные, причем пигмента так много, что он часто заходит на белок глаза и либо темно-карие, либо прям такие черные. Разрез глаз большой, но в отличие от западных эквитериалов от негроидов глаза очень глубоко посажены. Ну, тем более, что надброви очень мощные, глаза глубоко посажены и выглядят совсем не как у негроидов. Поэтому, собственно, австралийских аборигенов от негров не особо проблема отличить. С точки зрения европеоидов они из-за этого могут выглядеть какими-то такими нахмурившимися. Но они могут и правда быть нахмурившимися, если это 19 века фотки, когда их там где-то в пустыне ловили, ставили под неизвестным каким-то ящиком страшным, там пшикали магнием, да, и как бы что происходит непонятно. Вот, тогда они, да, могут быть правда такие немножко грустные. А современные тоже так, в общем-то, это выглядит. Но не потому, что они нахмурены, а потому, что глаза глубоко посажены и брови большие. Межглазничное расстояние практически рекордной ширины, но профилировка сильнее, чем у негроидов. Все-таки поперечная. То есть, чаще тоже, конечно, переноси очень глубоко вдавлены, опять же, из-за брови, но поперечная, профилированная, так более-менее. Но выступание носовых костей слабое, поэтому нос выступает очень слабо на уровне минимума мирового. Нос широкий, но все-таки поуже, чем в Африке. То есть, в Африке носовое отверстие обычно все же шире. Но за счет очень маленькой высоты носа, указатель носа близок к мировым рекордам. Губы заметно тоньше, чем у негроидов африканских, но все-таки толстые. То есть, по миру масштабы толстые, по как бы обще-экваториальному как-то вроде и не очень. Ну и подбородочный выступ. Сплошь и рядом, опять же, звучит, что подбородочный выступ слабо выступает, но это в силу очень мощного альвеолярного прогнатизма. Потому что альвеолярный прогнатизм здесь запредельный, конечно. То есть, он самый вообще здоровенный из всех возможных, ну, потому что небо огромное, а лицо при этом не сказать, что прям запредельно высокое, ну, в средней высоте, и разница уходит в этот самый альвеолярный прогнатизм. Ну, из-за альвеолярного прогнатизма и верхней челюсти, и нижней челюсти подбородочный выступ получается как бы снивелированный. Хотя он вполне себе есть, он вполне себе спиент. На самом деле есть особенности и в посткорениальной части. У австралийских аборигенов рост вообще сильно разный, то есть, от пигмейского до такого более-менее прилично высокого, но в среднем он примерно как у европейцев. Те же самые метр шестьдесят шесть, метр семьдесят для мужчин, а вот телосложение очень вытянутое, причем плечи узкие, таз узкий, ноги очень длинные. Отношение длины ноги к длине туловища рекордное по планете. То есть, самая длинная относительно нога. Абсолютно там где-нибудь сюда не может быть она и побольше будет, потому что там рост выше с метров на двадцать, но относительно туловища самая рекордная. Поэтому получается интересная ситуация. С одной стороны, плечи в абсолютном измерении маленькие, а с другой стороны, за счет того, что туловище очень короткое, кажется, человек довольно широкоплечим, таким массивным. и ножки длинные и тонкие, шея короткая, голова тяжелая, массивная с надбровью, здоровянным, с лицом огромным. И общее впечатление, что центр тяжести как бы смещен наверх. Шея, кстати говоря, измерительно точно короче, чем у европеоидов, например. Причем чаще, чем у других рас, встречается отсутствие шейного лордоза, потому что голова тяжелая за счет костей, и шея получается короче, толще, и лордоз меньше выражен. И чаще, чем у других рас, встречается отсутствие раздвоенности остистого отростка на шейных позвонках. То есть остистые отростки на шейных позвонках, они могут быть прямые, длинные и нераздвоенные. Кстати, у бушменов это регулярно бывает. Хотя сплошь и рядом можно прочитать, что типичная черта современного человека это короткие раздвоенные отростки шейных позвонков. Это к вопросу о том, что считать типичным для сапиенсов. То есть если считать типичным для сапиенсов свое личное строение, то можно много чего насочинять. На самом деле. Но поскольку анатомы и анатомия как наука появилась в основном в Италии, то та анатомия, которую мы изучаем, как образцовую анатомию сапиенца, это строго говоря, анатомия итальянцев вообще и каких-нибудь европеоидов. Хотя в реальности под деталем может быть всякие интересные замечательные моменты. Как-то так. Но это в среднем. Получается так. Есть варианты австралийских аборигенов. Самый южный, я уже упоминал, мюрейский тип. Мюрейский тип в междуречии рек Мюрей-Дарлинг. Ну, собственно, две нормальные реки, которые вообще на всем континенте или материке, что то же самое для Австралии. Изначально мюрейский тип был самым многочисленным, потому что это территория, вот это юго-восточная Австралия, по климату самая оптимальная для жизни человека вообще. То есть туда вот неспростая Микоуха Маклайфтонса жизни переселился и прямым текстом писал, что я, пожалуй, буду жить здесь, потому что что-то климат в Санкт-Петербурге мне как-то не подходит, у меня там насморк появляется, а тут я живу отлично, у меня тут хорошо и, пожалуй, поселюсь-ка я тут. Ну вот, а вы мне деньги присылаете, пожалуйста, ну, там половина писем про то, что пришлите денег, а вторая половина про то, как здесь классно вообще, зашибись, ну вот, ну еще денег пришлите, вообще будет классно. Ну вот, поэтому большая часть населения австралийских аборигенов тоже, естественно, жила тут, само собой. Но европейцы, англичане, которые сюда приплыли, тоже были не дураки, поэтому они тоже поселились тут, и поэтому в настоящее время от турейского типа не осталось фактически ничего. То есть, они были выпилены самыми быстрыми темпами, и от них не осталось практически вообще ничего. То есть, есть отдельные персонажи, но это, как сейчас в Австралии говорится, детриболизованные аборигены, ну, триба, как бы племя, ну, триба, как бы, если это по-английски, детриболизованные, это как бы без племени, и поэтому они живут, строго говоря, не популяциями, то есть, там нету каких-то там резерваций, племен, там, что-то такого, поэтому, если придерживаться определения расы, что это группа популяций, то здесь это как бы уже и не раса, это просто индивиды, живущие где-то так, сами по себе, ну, там, в разном состоянии, как бы, но они вливаются вообще как бы в общество в целом. Вот, поэтому мюрейского типа в настоящее время фактически не существует как единого. Но до недавнего времени он все-таки был, где-то до начала 20 века, и отличался чуть более светлой кожей на общеавстралийском фоне, ну, то есть, если как бы с другими австралийскими элергиями сравнивать, они были самые светлокожие, самые массивные, с самым здоровенным надбровем, с самым здоровенным затылком, с самым покатым лобом, с самыми большими челюстями, с самыми большими зубами. То есть, это вот по всем этим параметрам абсолютный рекорд, причем в мировом масштабе фактически. Рекорд. И самый сильный рост бороды усов, вроде бы. И среди всех австралийских аборигенов самые волнистые волосы. То есть, волнистые волосы, бородатые, светлокожие, массивные. Почему, собственно, Бетцелл считал их похожими на Айнов? Ну, потому что, правда, чем-то похожи. Ну, правда, родство генетическое тут крайне сомнительно, что какое-то внятное и есть. Поэтому, это, опять же, скорее какой-то параллелизм. Но, тем не менее. Относительно ширины носа данные расходятся. Треть говоря, потому что, по одним данным, южные австралийцы более широконосы, по другим менее широконосы. Тут недостоверно. Про нос, не знаю. Но, как я уже говорил, больше их нет. Значит, на севере Бетцелл выделял просто карпентарийский тип, но даже по его данным видно, что их два. Собственно, он про это и писал, но как-то он так их не выделил, но видно, что их все-таки два. Восточный карпентарийский тип это, собственно, полуостров карпентария, который такой длинненький, узенький, который на западе находится, в сторону Новой Гвинеи. Он заметно темнее, более темнокожий. Здесь чаще встречаются курчавые волосы, хотя, с другой стороны, периодически встречаются светлые волосы и менее бородатый, усатый, и менее массивный. Некоторые персонажи похожи даже на полинезийцев. И не исключено, вот этот персонаж, допустим, конкретно внизу, он, если на кого типологически похож, то вообще на фиджийцев, потому что при желании можно найти фотографии фиджийцев, которые вообще один в один такие же, ну, еще с такими характерными усиками подстриженными. не исключено, что до вот этой самой Восточной Австралии доплывали какие-то полинезийцы. На эту тему есть большие сомнения, правда, потому что там большой барьерный риф, и как бы насколько полинезийцы могли его преодолеть, честно говоря, неизвестно, и в каком большом вообще количестве они могли доплыть, тоже неизвестно. Но еще на восток от барьерного рифа там полинезийцы точно были, потому что там есть отдельные острова, так называемые внешние полинезии, где они были. Ну, кого-то, наверное, доносило и сюда. Но большее влияние все-таки, видимо, было с Новой Гвинеи. Я про это уже упоминал, то есть вот это более курчавая волосость, более темнокожесть, меньше вырос борода усов, меньше массивность, это все, в общем, строго говоря, такие папуасские черты. Заппинтерийский тип, ну, он как бы, конечно, потому что западный карпинтерийский это полуостров Арнемлен. Но поскольку у Бёцова это все карпинтерийский, то вот как бы логично его назвать так. Ну, так, не супер логично, ну, а, ну, хотя, почему не логично, там же этот, это же залив Карпентария, поэтому все нормально. То есть это западний залив Карпентария, так что западный карпинтерийский все логично назвать. Но реально это полуостров Арнемлен. Это как бы северная часть, северная Австралия, Если Северная Австралия, это административное название принимать. Здесь опять же попуасские черты, такие хорошо выраженные, встречаются. Особенно внизу вот эти персонажи, они от попуасс вроде не сильно отличаются. Вот тут такие хорошо курчавые волосы, очень темная кожа, практически черная. Но с другой стороны, тут же встречаются индивиды со светлыми волосами, с довольно большой частотой. А это явно такой специфический признак, который с одной стороны тоже может быть на самом деле из Меланезии, потому что там тоже светлые волосы регулярно бывают, а может быть свой, вследствие изоляции возникающий. Из вот этих вот персонажей, которые здесь, вот этот особенно достоин внимания, потому что это очень известный киноактер австралийский. Я, правда, так не смог запомнить, как его зовут, потому что я не супервеликий поклонник австралийского кино. Но, тем не менее, во всех фильмах, где в австралийских сняты хоть в каком-то виде австралийские аборигены, этот товарищ засветился. И даже если он не снялся лично, то он там или озвучивал, или ставил танцы, или консультировал, ну, в общем, поучаствовал везде. В частности, всем рекомендую, опять же, фильм «Десять лодок» или «Десять каноэ», по другому варианту перевода. Это шикарный фильм, он там авторский текст озвучивает. Его там нету как бы как лица, но он там говорит. Ну, а там, собственно, полфильма, это как бы вот рассказ. И вот это он там делает. И он там был, я не помню, то ли режиссером, то ли что-то такое, ну, как-то он там участвовал в съемках. Но на примере его судьбы как раз видно вот всю трагическую судьбу австралийских аборигенов. Потому что родился он в племени, прям таком совсем аборигенском диком племени, которое жило где-то там в этом буше, охотилось, что, кстати, ему потом в актерской жизни пригодилось. Потому что в половине фильмов, ну, даже больше, где он там участвует, он кидает бумеранги, руками ловит всяких диких животных, там добывает огонь трением, там все что угодно делает, там всякие эти копья швыряет, там в одном фильме он голыми руками душил буйвола, кстати говоря, вполне себе без монтажа, без всякого. То есть просто подбегает к буйволу, ну, которых заселили, понятно, европейцы, но тем не менее, хватает его за рога и душит просто вот так вот, голову поворачивает ему и все. То есть так, оказывается, тоже можно. Ну, как бы он замечательный человек, но он из этого племени вышел в люди. Он стал киноактером, выучился и стал очень известный, но запел. Но в силу того, что вообще, как бы, к этому моменту политкорректность докатилась до такой стадии, что аборигенам стало запрещено продавать спиртное. До этого их целенаправленно спаивали, а тут, значит, запретили, ну, чтобы они не спились все. А вот именно ему лично было дано индивидуальное разрешение. Прямо парламент собирался и, как бы, вот ему разрешить бухов продавать, потому что он же национальная звезда и, как бы, лицо Австралии, поэтому пусть бухает. Вот. Ему индивидуально разрешили, но когда он приезжал на родину к своему племени, то его родственники укоряли, говорили, блин, как же так, ты бухаешь, нам нельзя, несправедливо, нехорошо, делиться надо. Ну, особенно в условиях, как бы, австралийских понятий, ну, где все равны, там же оно все, как бы, равенство и братство, ну, как бы, совсем неприлично. Вот. Поэтому его укоряли, и он стал продавать, ну, вернее, не продавать, а просто привозить им, давать, как бы, это алкоголь. Вот. А это подпадает под другой закон. Ну, как бы, звезда и все такое, а закон законом. И поэтому его повязали за то, что он спаивает аборигенов. И посадили в тюрьму. Он там что-то года два, что ли, просидел. Ну, я не помню, сколько, но что-то порядка такого. Совсем уже загрустил. Вот. И когда вышел, то совсем спился окончательно и умер. У него там депрессия была, все дела. Вот. Так что это, можно сказать, такая почти образцовая судьба австралийского аборигена. Типичная для многих. Ну, потому что те, кого не отстреляли и не извели всякими там запретами и так далее, тех в итоге споили, большей частью. Вот. Но фильмы, вот с его участием, рекомендую. Они все-таки очень атмосферные. В Центральной Австралии не очень понятно, что происходит, потому что центрально-африканские племена, Аранда, например, их довольно много изучали лингвисты, этнографы, но очень мало антропологи. То есть вот как раз антропологически они изучены хуже всего, наверное, хотя к ним экспедиций, так, в принципе, было довольно много. Для них типичен сравнительно высокий рост. Они самые такие узкие, самые вытянутые. Благо живут в пустыне, там, в общем, климат располагает. И у них, судя по всему, самый высокий процент светловолосости. Вот здесь внизу я специально наставлял детишек со светлыми волосами. Я уже говорил, что в основном у детишек они светлые, а с возрастом становится темнее. Но относительно строения там черепа, лица, всяких там сравнений, циферок, тут все туго, с этим плохо. Еще хуже с этим у западных австралийцев, потому что западно-австралийский тип вроде как отличается, но по ним есть всего несколько публикаций. Вообще, в принципе, штуки две или три, что-то типа того. Причем замечательно, что вот в тех немногочисленных, мягко говоря, о публикациях, что есть, видно, что существует склинальная изменчивость между группами. То есть те, которые западнее, те, которые центральнее, они различаются. Но из этих публикаций невозможно понять, вот те, которые описаны как самые восточные, они уже относятся к центральной Австралии, ну, географически, или все еще как бы более-менее близко к побережью. То есть они как бы восточнее, но насколько восточнее, не очень очевидно. И где там проходит граница западно-центрально-австралийского, есть ли она вообще в принципе, или это там плавный постепенный переход как бы от типа к типу, науки неизвестны. Здесь на этой фотографии что-то показательное, что мужчины здесь только вот этот вот персонаж. Все остальные женщины, несмотря на то, что я не знаю, насколько там издалека видно или нет, вот здесь вот такая конкретная бородка растет, допустим, у женщины. Здесь вот тоже такая она немножко мохнатая. То есть для женщин-австралийских аборигенов довольно-таки характерен третичный волосяной покров. Тут, правда, есть некоторое сомнение. Это свойство расовое или это просто свойство того, что в основном на фотографии попадают какие-то старые бабушки уже с гормональными нарушениями на самом деле. Ну, в силу возраста, там, женских половых гормонов меньше, мужских, соответственно, сильно больше. И то, что они не парятся тем, что как бы у нее в этой бабушке борода растет. Потому что если посмотреть на наших бабушек, то у них тоже усы довольно-таки густые бывают. Только наши бабушки обычно как-то так немножко стесняются, что у них усы растут. И они там пинцетиком перед зеркалом, чпок-чпок, как бы глядишь, уже и не растут. А австралийских аборигенов, я не знаю, может, у них зеркалами проблемы или просто пофигу, они этим не парятся и зарастают, сколько влезет. Поэтому тут как бы вопрос. На фотографиях молодых женщин, там, девушек, вроде каких-то там особых усов не видать. Но опять же, может быть, они как раз, будучи молодыми, как-то заботятся и выщипывают. А может быть, у них и не растет, и никакой разницы нет. Тут по-хорошему надо провести нормальное исследование, но никто этого не делал. Ну, так не исключено, что у них это врожденный вообще в плане себе признак, потому что все вот это там гигантское надброви, огромные челюсти и так далее, это производная мужских половых гормонов, так или иначе. Поэтому не исключено, что у женщин, у них больше мужских половых гормонов, чем в среднем по планете. Ну так, чисто гипотетически такое может быть. Но так ли оно на практике, большой-большой вопрос, на самом деле. Ну, потому что местами у них по, скажем, темпам взросления, отличия есть. Например, у австралийцев лет так на 5 происходит раньше срастание кленовидно-затылочного синостоза. Потому что в среднем происходит где-то там в 15, 16, 17, 18 лет, а у них в 13 лет. Ну, может, не на 5 лет, но так все равно существенно меньше, там в 12, 13. То есть на несколько лет раньше, чем в среднем по планете. Это как бы такой, в общем, довольно существенный разброс. В общем, достоверно доказано. Особым, таким эксклюзивным является бариноидный тип. Или тип баринес. Да, кстати, еще пару слов про западно-австралийский тип. Западно-австралийский тип, несмотря на то, что он не изучен, он потенциально должен быть каким-то особо особенным. Потому что западная Австралия – это самая такая замученная часть австралийского континента, особенно юго-западная Австралия. Потому что это самые безлюдные области, и европейцы туда добрались позже всего. Там европейских поселений минимум. И, соответственно, метисированность этих аборигенов тоже, скорее всего, минимальная. Но здесь вот эта фотография, которые все цветные, это так называемые художники австралийские. То есть у них там, конечно, дичь полная и примитив. Но я так понимаю, он достаточно намеренный, потому что туристы хотят примитивного искусства. Ну, какое хотят, такое получают. Но именно в Западной Австралии самыми поздними сохранялись племена, которые вели прям такой вот натюрлих аборигенский образ жизни. Полностью изолированные, которые с белыми вообще там никак не пересекались фактически. До 70-х годов там отдельные такие группы были. То есть какие-то прям в каменном веке, там без железных орудий, там без ничего. Сейчас таких там уже нет. Сейчас они все цивилизованные. Но они дольше всего сохранялись. И по культуре это были самые отсталые племена, у которых не было бумерангов, фротериальной системы, там у некоторых жилищ не было, одежды не было, там вообще динго даже не было, там вообще ничего не было. Ну и там, когда их про культуру читаешь, там начинаешь задумываться, что у них вообще было-то тогда. Но всем советую почитать про Австралию, какой-нибудь там, допустим, сборник советский есть такой «Народы мира», он весь такой гуманистический, там все равные и так далее. Но когда про них читаешь, конечно, понимаешь, что с культурой там беда-беда. То есть там изображений не было, там ничего у них, скульптуры не было, музыки не было, ничего не было. И поэтому при такой изоляции, когда даже такие новации до них не дошли, понятно, что в таких условиях они антропологически должны как-то отличаться. Единственное, что прямо юга Запад Австралии не изучен вообще, то есть это просто белое пятно, про них никаких данных нет. Ну вот про самый Запад вроде немножко есть, но совсем чуть-чуть. Ну вот бариноидный тип тоже такой загадочный, самый загадочный. Открыт был довольно-таки случайно, когда Мэтью и Бетцо, один из них орнитолог, другой ботаник, сидели в институте у себя, значит, в музее и разглядывали фоточки, как бы прикольные. В 30-х годах почему-то происходило, и нашли вот такую вот фоточку, которая вот здесь наверху, и тот из них, который Мэтью, по-моему, ботаник, он обратил внимание, что на заднем плане листья ботанов, а как ботаник он знал, что эти бананы не бывают выше полутора метра высотой. То есть это какие-то там австралийские местные бананы полтора метра, а они здесь хорошо над головами торчат людей. Ну пусть они там на пригорке растут, но все равно как бы что-то как-то маловато получается. То есть они сообразили, что судя по этим бананам, люди должны быть там полтора метра высотой от силы. К счастью, на заднейке фотографии была подпись, где снята и когда снята, там в 1800 каком-то году в таком-то месте. И они организовали туда экспедицию, приехали, оказалось, что эти люди там до сих пор вполне себе живут, но только это 19 века фотка, а они туда в 32-м что ли или 36-м году приехали. И вот это вот, собственно, бёцер как таковой, у которого рост метр восемьдесят с чем-то там, метр восемьдесят шесть, по-моему, ну довольно высокий. А вот это взрослый абориген, то есть это не ребёнок, не подросток, высотой метр сорок с копейками. И они изучили этих людей, измерили, описали по довольно подробной программе, но есть одна публикация, посвящённая им. И вот эти вот фотографии, собственно, из этой публикации, это фактически все фотографии Боринес, которые существуют в природе вообще. Ну может там где-то в запасниках музея они нащёлкали ещё и лежат. И может быть я ещё парочку не вставил, ну потому что они уже там на слайд не влезали. Но в любом случае это почти все фотографии, которые в природе есть. И кроме вот этой статьи, этого описания и вот этих фотографий, про них неизвестно больше ничего. Если вы попытаетесь найти что-то в интернете, я неоднократно пытался, то можно найти некую статью под названием, типа, существуют ли ещё австралийские аборигены, как-то так, ну в вольном переводе, ну смысл такой статьи. И вывод этой статьи, что непонятно на тебя. Я смотрел специально всякие списки миссий, там по географии высчитал и так далее. Получается, что существуют миссии христианские вот в этом районе, где всё происходит. И какие-то аборигены, судя по всему, там есть. Ну раз есть миссии, значит есть аборигены, кого миссионизируют. Но никаких внятных данных про них нет. То есть те ли это люди или вообще какие-то другие группы, никаких упоминаний про их какую-то там особую низкую рослость нет. Но кроме очень низкого роста, метр пятьдесят с копейками в среднем, да, то есть это пигмейский рост фактически, ниже метра пятьдесят пяти. Для них характерна большая темнота кожи, то есть они более темнокожие. У них гораздо больше, ну самый высокий процент курчавоволосости. То есть они чаще курчавоволосые, чем волнистые волосы, хотя и то и другое встречается. У них очень маленькое лицо. И более того, оно незапредельно прогнатное, прямо скажем. То есть в сравнении с другими австралийцами даже вполне умеренное. У них уже нос, ну правда не относительно абсолютно, потому что лицо маленькое. Слабее надбровие, ну правда опять же всего просто размеров. И собственно на основе всего этого Бетцелл выдвинул вот ту самую тригибридную гипотезу или теорию даже, про то, что это какое-то древнейшее население. Но существует на самом деле еще одна статья, которая посвящена не собственно Боринос как таковым, а черепам из этого района. И там описано, по-моему, шестнадцать что ли черепов из вот этого района, которые по раскладкам получаются принадлежащие этим же Боринос. Ну там несколько племен с какими-то непроизносимыми названиями, я даже не пытался их выучить, но обобщенно их называют Боринос. И соответственно, черепа из этого района отличаются меньшими размерами, но в общем и целом такие же, как из других частей Квинсленда. То есть форма такая же, а размер заметно меньше. Что как бы вот говорит о том, что скорее всего эти Бориносы есть. И суммарно все это вместе приводит к мысли, что это просто такой экологический вариант. То есть такая как бы экологическая раса, можно сказать, возникшая в условиях тропического дождевого леса горного, потому что они жители дождевых тропических лесов горных, которых в Австралии вообще прямо скажем немного, но вот есть. И как везде на планете, как только у нас появляются горные дождевые тропические леса, тут же появляются пигмеи. На Филиппинах, на Андаманских островах, там правда не очень горы, но тропики все равно, в Малайке, в какой-нибудь Венесуэле, в Африке, в Конго, везде, везде, везде. Как только тропический дождевой лес, а если горный, так вообще гарантированно, сразу пигмеи. Но они конечно ничем особо не родственные с африканскими пигмеями, то есть это чисто конвергенция. Ну то есть родственные в смысле, что сапиенсы конечно и те и другие, но как бы на этом все кончается. А это вот вариант, который возник в местных условиях независимо. Но существуют ли они сейчас, неизвестно никому. Так что если кто будет в Австралии, кто будет в Клинцленде, в Северном, то как бы съездите, посмотрите, в принципе карта на точке существует. Ну и привязка есть в принципе по географическим координатам. Кстати у Бетцева там конкретные населенные пункты указаны, где они там живут. Причем там не одно племя, а несколько племен. В списке племен я проверял, они есть. То есть есть списки австралийских племен официальных, они как бы числятся, что вроде как они в природе существуют. Но как бы список списком, а реальность как бы реальность. Ну и понятно, что я уже говорил, значительная часть современных австралийских аборигенов это уже такие хорошо метисированные австралийские аборигены. Есть большое сомнение, существуют ли вообще в принципе чистокровные современные аборигены. скорее всего уже в общем-то и нет. Потому что когда встал вопрос о том, что надо бы получить ДНК австралийских аборигенов, ну в недавнем прошлом, для сравнения с другими людьми, с теми же денисовцами, неандертальцами, то вдруг оказалось, что а где же взять-то их? И пришлось выделять ДНК из волос, которые настригли первые европейцы, чуть ли там не кукличная, в 1700 каком-то году. И эти волосы лежали по углам где-то в запасниках в музеях. Вначале сделали один анализ, вот совсем недавно в этом году была статья большая, где там 70 образцов они где-то там этих волос стрижных набрали. Но поскольку это 18 век, то это в общем достаточно достоверно чистокровные аборигены. А сейчас их нет. Ну и поэтому, когда, если вы смотрите на современных аборигенов, есть какие-то потемнее персонажи, да, и вроде-таки по аборигенистее, а там же бац и вот такой вот товарищ, который как-то уже вроде и заметно светлее, или вот здесь, да, это вроде по аборигенистей, а это вроде нет. А вот эти внизу люди, это рок-группа австралийская, которая позиционирует себя как такая аборигенская нативная, значит, группа, что характерно, я хотел скачать их музыку, послушать, что они там улыбают, но она вся платная, они не шатные аборигены. И даже образцов нету, вот, то есть как бы плати и как бы потом услышишь, что купил, вот, или как бы никогда не услышишь. Ну, я, видимо, никогда не услышу. И при этом, при том, что это как бы аборигенская группа, понятно, что ну какая-то маломальски аборигенская примесь есть только вот у этого, которого они на задний план куда-то запихали подальше, и то неизвестно еще, может на него просто тень падает, что он такой становится. Но вот эти на переднем плане, в принципе, ну какие-то очень-таки сомнительные уже аборигены, мягко говоря, и на каких-то, я не знаю, итальянцев больше похоже там или кого-то еще. И это вот в основе такие аборигены. Поэтому, если вы будете смотреть фильмы про австралийских аборигенов, современные такие документальные, в смысле не художественные, там чаще всего вот примерно такие личности будут. Вот, уже одеты в совершенно европейскую одежду, с европейскими чертами лица, но пафосно рассуждающие, что наша древняя цивилизация, злые европейцы ее уничтожили, какие неплохие. Ну, сам при этом процентов на 90 тоже, в общем-то, европеец. Но быть австралийским аборигеном сейчас очень выгодно. То есть это фактически профессия такая, как в Америке быть негром выгодно или индейцам, потому что, ну, если ты абориген, то ты угнетался в предыдущие 150 лет, ну, лично причем, да, поэтому теперь все должны, и поэтому как бы этим, ну, как бы можно пользоваться, ну, что, собственно, некоторые делают. Южнее Австралии прилагается Тасмания. Ну, про Тасманию говорить проблематично, потому что она не была толком антропологически никак изучена. Ее открыли, вначале долго особого внимания не обращали, и все первые свидетельства Тасманистских аборигенов, они звучат примерно таким образом, что мы подплыли к острову, на берег высыпали черные, помахали палками, покричали и убежали обратно в лес. То есть это вот такое классическое описание Тасманистских аборигенов, которое прямо из дневника в дневник там путешествий качует. Потом, когда оккупировали все это дело англичане, англичане, как обычно, решили, что это классное место, чтобы разводить овец. Ну, потому что у англичан есть два варианта, как можно использовать территории, либо разводить овец, либо ссылать туда заключенных. Ну, как бы в Австралию заключенных уже сослали, и овец там тоже развели, но здесь можно, как бы, овец. А есть какие-то непонятные черные, которые этому делу мешают. Ну, потому что они рассматривают овец как добычу, они же охотники, поэтому, как бы, ну, надо их истребить. И, собственно, англичане взяли с дела, как бы, очень так, рьяно, и с 1830-х годов по 1860-е годы всех аборигенов выпилили. В течение одного поколения за 30 лет истребили всех. Ну, потом был такой Робертсон, примиритель, такой замиритель племен, который лично, индивидуально прошел по всему острову, собрал последних, там, человек 20, причем он знал язык. Собственно, дневники этого самого Робертсона, это фактически единственный нормальный достоверный источник по тасманийским аборигенам. То есть, фактически, все, что мы про них знаем, это вот его данные. Потому что он знал даже несколько языков этих тасманийских. Но есть словарик маленький, и фактически все, что известно про тасманийских аборигенов, собрано в такой толщине книжечки Каба. Каба, тасманийцы и тасманийская проблема. Всем рекомендую, такая зелененькая, маленькая. Она не толстая, что приятная, но это вся информация, которая есть про аборигенов. И последних, которых Робертсон собрал, там человек 20 или там 18, что-то было, поселили на остров Флиндерс, который в Басовом проливе. И они оттуда последние годы смотрели, значит, на Тасманию. Ну, ее, в принципе, в ясный день там видно. И все в итоге там померли. Но в 1860-х годах, собственно, два последних аборигена умерли. Правда, есть Кинг Билли, так называемый мужчина, и Труганини. Это последний мужчина и последняя женщина тасманийская. Но она чуть подольше прожила. Правда, есть данные, что были еще две женщины, как минимум, которые пережили Труганини, но про них известно только то, что они были в принципе. И как бы ничего больше про них не известно. Ну, только сам факт существования. А она такая стала известная, когда она умерла, из нее сделали чучело, в буквальном смысле, сделали скелет, череп, и долгое время она была в экспозиции в музее, но потом, правда, похоронили. И поэтому про тасманийцев данных, как вы понимаете, при таком раскладе чрезвычайно немного, прямо скажем. То есть их истребили гораздо быстрее, чем хоть как-то начали изучать. Более того, краниологические серии, которые тоже были собраны, они в последующем были целенаправленно уничтожены. Потому что, как бы, ну, как бы мы истребили тасманицев, это же как бы плохо. Поэтому давайте мы теперь вообще все уничтожим, что от них осталось. И тасманийское правительство закопало все материалы, которые были в тасмании. По договору, значит, австралийцы сделали то же самое, но австралийцы и австралийцев закопали. Потом они договорились с американцами, американцы уничтожили все, что у них было. С англичанами англичане уничтожили все, что у них было. И единственное, кто этого не сделал, это французы. Французы сказали, ага, как бы, фиг вам. Вот, мы не политкорректные. И единственное место, где сейчас хранятся настоящие оригинальные космонические черепа, это Франция, насколько мне известно. Ну, может, еще где-то в частных коллекциях есть, не знаю. Ну, официально только во Франции есть. В Америке последние были еще несколько лет назад, но они уже, насколько мне известно, уничтожены. И даже, кстати, наши антропологи ездили, измеряли парочку. Ну, это там единичное наблюдение. Правда, к счастью, умные люди еще в 30-е годы успели все это дело перемерить. И отсюда фотографии у меня есть. Есть публикации в журнале «Биометрика», где опубликованы десятки космонических черепов. Индивидуальные размеры приведены. То есть данными пользоваться можно, слава богу, хотя бы это осталось. Есть фотографии в двух нормах, даже и в большем количестве для некоторых. Есть промеры. И очень-очень долго, занудно разобраны. Там всякие средние, почти не так, сяк. Мужчины, женщины, измерения разных исследователей одних и тех же серий, что тоже показательно. То есть материал, в принципе, спасен в этом смысле. Но оригиналов уже нет. Тосманийцы замечательны тем, что это люди, которые дольше всего находились в изоляции. Я сегодня уже упоминал, что они примерно 20 тысяч лет просидели на острове. Туда, в суть, никто практически не добирался, кроме них. Есть, правда, единственное тесло шлифованное, похожее на тесло с Новой Каледонии, которое, предположительно, было привезено кем-то еще. Потому что оно единственное такое, на пляже найденное. Ну, явно не европейцы его там уронили. А на Новой Каледонии такие же делали. Ну, кто-то, видимо, доплыл один раз. Но это единственное свидетельство, что хоть кто-то туда попадал. А кроме, собственно, тасманийцев. Тасманийцы-то туда пришли по суху, когда Тасмания с Австралией соединялась. На Басовом, вместо Басового пролива была суша. Но как уровень океана поднялся, они остались в изоляции. Лодок у них не было нормальных. Ну, там, по речкам что-то они плавали. Ну, таких связках камыша фактически. И у южных австралийцев тоже не было морских лодок никаких. Поэтому контактов не было вообще. И тем показательнее, что при всех вот этих десятках тысяч лет изоляции они таки не стали отдельным видом. Хотя накопили кучу специфики. Но, тем не менее, сохранили способность скрещиваться с другими людьми. И были метисы и с европейцами, и с австралийскими аборигенами, и с Маури, например. И некоторое количество потомков тасманийских аборигенов живут сейчас в Южной Австралии, на самой Тасмании и в Новой Зеландии. Но, правда, это метисы уже какого-то там сто пятьсотого разведения. То есть, с середины 19 века или с начала 19 века до сейчас. Прошло 200 лет фактически. И за 200 лет примесь была только уже европеоидная, европеоидная, европеоидная. Но, тем не менее, как бы потомки есть. Морфологический комплекс исходных. Цвет кожи очень темный. Обычно они описывались просто как черные, как бы так, не мудря. Но, правда, есть описание, что вроде у нее был какой-то специфический красноватый цвет кожи. Есть, правда, сомнения, насколько этот красноватый цвет кожи был настоящий или обусловлен красками. Потому что на тех картинках, где они покрашены, как бы, рисунки цветные, они какие-то вот прям совсем все красные, и волосы у них красные. Вот, и возникает основательное сомнение, что это они мазались какой-нибудь глиной. Поскольку для исследователей того времени, в принципе, было пофигу, как бы, глиной или родной цвет кожи, как бы, они просто писали красный цвет кожи. Вот. Так что с этим сомнения. Ну, вот, на фотографиях непонятно. Понятно, что 19 век фотографии все черные, черно-белые. Волосы курчавые. Чем отличаются от австралийских аборигенов? Рост борода усов сильный. Но, правда, если верить описаниям, то, вроде бы, были и волнистые волосы. На всех фотографиях, которые есть, везде курчавые только и исключительно, но по описаниям, вроде, волнистые тоже иногда бывали. Череп самый маленький среди всего населения планеты. Меньше только у андаманских варигенов. Но по некоторым размерам здесь абсолютный рекорд мировой. Черепная коробка, низкая, узкая, короткая. Но надбровие, надо сказать, тоже не самое большое. То есть, в принципе, такой более-менее средний. То есть, и слабым его, конечно, не назовешь. Ну, и не сказать, что прям какое-то запредельное. То есть, заметно слабее, чем у австралийских аборигенов в среднем. А затылочный рельеф так просто слабый, в принципе. Отличие от австралийских аборигенов – сильное развитие теменных бугров. Да и лобные, в принципе, более-менее выраженные. То есть, это как бы от австралийских аборигенов довольно сильно отличает. Ну, вот здесь при виде спереди, это четко видно. Вот теменные бугры прям такие очень мощные. Лицо очень низкое. И, в общем-то, даже и узкое. Но челюсти в длину очень большие. На этих фотографиях это как-то не очевидно. Но по измерениям это более чем очевидно. То есть, небо очень длинное, очень широкое. Зубы огромные. И встречается с повышенной вроде бы частотой. Такой замечательный признак, как четвертые маляры. Кстати, у австралийских аборигенов тоже вроде бы это было. Правда, достоверная частота неизвестна. Потому что у нас выборки не такие уж прям гигантские. Но вот по тем данным, что есть, у них повышенная частота четвертого маляра. То есть, для человечества в целом характерна редукция третьего исчезновения. И исчезновения третьего. А здесь появление четвертого. Потому что если питаться только исключительно сырой пищей. Практически там без огня. То, в общем, как бы оказывается, что здорово иметь здоровенные челюсти и четвертый маляр. Есть очередной фильм про австралийских аборигенов. Где вот тот же самый актер, кстати говоря, снимается в главной роли. Где совершенно шикарно показана кулинария австралийская. Где он там ловит кенгуру. И не обдирая, не потроша. Просто в целом виде только что мертвым. Бросает в костер. Ждет некоторое произвольное время. Не сильно долго, мягко говоря. Мясо вытаскивает из костра. Зубами из хвоста вытягивает сухожилие. На какие-то там нужды полезные. И просто его зубами ест. Вот. Классный способ. Ну и понятно, что при таком раскладе как бы мясо фактически просто сырое оказывается. Ну там слегка подгоревшее где-то там. У османийских воригенов, видимо, было еще проще. Потому что культура у них была самая низкая из всех, которые на планете были. Вот как бы ниже уже вообще некуда. То есть орудия здесь на уровне среднего палеолита. То есть тут они даже до верхнего палеолитического уровня не дошли. И по всем возможным показателям у них была самая низкая культура из всех. Ну и видимо она была упростившаяся. Потому что те, которые сайпинсы шли из Африки, у них было много всего интересного на тот момент. Там 50 и больше тысяч лет назад. Там искусство и всякие там составные орудия и все такое. Здесь все это фактически было потеряно. То есть единственное нормальное оружие это было копье. И то не всегда с наконечником. Просто деревянная палка. Ну и собственно им и не особо надо было. Потому что на Тасмании там самый страшный зверь тасманийский волк этот самый. Но он тоже в общем такая шавка тормозная. И как бы крупных животных особо нет. Воевать не с кем. Как бы зачем? И самих там было 20 тысяч на весь остров. Четыре племени. Друг с другом кстати воевали. То есть не такие они там мирные были. Ну продолжая значит признаки. Глаза темные глубоко посаженные широким разрезом. Нос широкий. Очень слабо выступающий. Носовые кости. Самые слабо выступающие. Самые короткие. Самые узкие. Из всех по планете. То есть меньшего размера носовых костей больше нет ни у кого. Вообще в принципе. Ну и нос соответствующий. То есть над уровнем лица он выступает. Ну у бушменов сопоставимо в принципе. У бушменов тоже очень маленькие. То есть тут как бы они вот могут. Хотя хрящевая часть носа. Вот кончик. Он в принципе вот вроде чуть побольше может быть. Вот еще космонистские аборигены. Но здесь не все фотографии. Но близко вот как бы ко всем. То есть существует штук 20 фотографий. Причем все ужасного качества на самом деле. Ну потому что это с середины 19 века. И здесь вот они вытянуты на максимум. И то вон пикселями уже идут. Вот. Ну вот это очень показательная тоже фотография. С вот этим мизерным выступанием носа. С аллеолярным прогнотизмом мощнейшим. И хрящевой нос как бы торчит. Да. А переноси как бы вроде бы и нет. Вот. Ну так видно что профилировка все таки имеется. Но тем не менее. Покатый лоб. Но лобные бугры тем не менее имеются. Ну и вот тасманийские метисы. О которых я и говорил. Которые до сих пор существуют. Вот эти две фотографии это еще 19 века. Причем вот это если кто не понял это женщина. Несмотря на довольно густые усы и бороду. Не знаю насколько это видно. Но в общем там довольно основательно. Чуть меньше чем у меня конечно. Но может быть она брилась. И это вот тут все можно приложить то же самое что я говорил про австралийских аборигенов. А вот эти которые по периметру это современные тасманийские аборигены. Причем это я скачал с сайта. Ну вот это с одного сайта это с другого. Но оба сайта сайты тасманийских аборигенов. То есть как бы аборигенов нет. А сайты и общество аборигенов таки есть. То есть как бы их еще в середине 12 века всех вырезали. Но потомки то существуют. Тут правда понятно как я уже говорил что большая часть генетики это уже европеоидное понятное дело. Потому что 200 лет уже только европеоиды и европеоиды и европеоиды. Какой то процент наверное был примеси от австралийских аборигенов. Потому что они довольно активно общались с южными аборигенами. И те приплывали на тасманию и тасманийцы в австралию убегали там на кораблях. Вот. Но некоторые черты что характерно здесь прямо в глаза бросаются. Крайне низкое лицо тасманийских аборигенов мировой рекорд минимума высоты лица. То есть у них самое низкое лицо из всех какие только вообще есть в природе. И здесь вот это видно. Вот у них очень низкое и относительно как бы широкое. Хотя как бы оно на самом деле не такое прям широкое. Вот. Маленький вот этот самый нос вогнутый. И при этом довольно таки широкий на самом деле. И большой разрез рта и вот носогубные складки. Кстати тоже такой признак. Который часто подчеркивается что резко выраженные носогубные складки. Вот. Правда на всех фотографиях пожилые люди. Ни одной фотографии молодого аборигена нет. Поэтому неизвестно что там было у них в детстве. И ни одного описания нет. А у пожилых людей у любых на самом деле выраженные носогубные складки. Поэтому это может быть просто старческая как бы черта. Да. А может быть и правда. И что характерно на сайте аборигенов там тоже все пожилые. То есть ни одного молодого метиса тоже как бы я не видел. И здесь я не все вставил фотографии которые есть на сайте. Но почти все. То есть их там может штук на 5 больше. То есть там все это общество оно включает человек 20 на самом деле. И не от всех есть фотографии. Я так подозреваю что они в это общество входят тоже больше по принципу что как бы ну потусоваться. Как бы такой клуб по интересам как бы. Но такой клуб что они законодательно требуют уничтожения всей памяти об аборигенах с одной стороны. Ну путем захоронения всех этих остатков там и так далее. То есть они запрещают раскопки запрещают изучение древностей и все в таком роде. И для меня это парадокс. То есть с одной стороны вроде как люди если уж они говорят что они аборигены должны стараться как-то эту память поднимать. А они ее фактически целенаправленно истребляют. Ну по факту. Потому что все это там закапывается обратно в землю там все такое. Ну вот. И с другой стороны как бы сами не изучаются. Потому что ни одного изучения их в общем нет. Ни морфологического, ни генетического. Хотя как раз изучение вот этих последних хоть каких-то там в 33 разведении аборигенов могло бы дать интереснейшие результаты. Потому что это группа которая дольше всего сидела в изоляции. Они строго говоря дольше чем бушмены сидели в изоляции. Потому что бушмены это в принципе ничем не были изолированы. А здесь были проливы. То есть люди которые 50 тысяч лет сюда а то и больше пришли. 20 тысяч лет из этих 50 просидели просто как бы даже в изоляции от абстралийских аборигенов. Ну это просто вообще супер материал для исследования. И не было никаких работ на эту тему. Я не исключаю что их немножко как бы даже боятся изучать. Потому что их изучишь. И окажется что они там наследники денисовцев. Вообще там не сапиенсы как бы да. И что с этим потом делать. Поэтому их исследование может быть вполне как бы сознательно не проводят. Испалить корректных соображений. Что а вдруг там что полезет такое что как бы страшно станет. Ну вот. Хотя ну как бы нормальным атеросоведам понятно что сапиенс вот они уж там. Но они от европеоидов тоже не особо отличаются. Но волосы вот курчавые у некоторых да. Хотя вот здесь прямые. Здесь вот явно волонистые. Но вот не изучают. Поэтому это еще очередной пример того что можно было бы сделать. Если бы ДК бы. Ну если бы туда атеросоведы бы пустить. Но этого видимо никто не сделает. И я так понимаю что они все исчезнут. Память растворится. И как бы останется только фоточка разглядывать. Ну собственно чем мы сейчас и занимаемся. И на этом собственно у меня сегодняшняя лекция заканчивается. Надеюсь я вас не утомил. И если есть вопросы еще. То задавайте. Ну во первых спасибо. Как бы тут есть такой парадокс. Племен нет. А список племен есть. Что нет. Племен. Племен. Структуры племен нет. Племен нет. А список племен есть. Это как. Ну да. Я сам вот использовал слово племя. Потому что если подходить к вопросу сугубо этнографически. По определению племени. Ну их много этих определений понятное дело. Но если такое вот более общепринятое принять. То у них нет племенной структуры. Потому что у них нет там вождей. Нормальной территории. Как бы понятия общности. Да. Единства какого-то внятного. А есть просто брачные связи. Вот. То есть у них фартериальная система есть. И то не у всех. Там родовая система есть. Да. Ну родовая там слава богу у всех хотя бы. Но как бы это не племенная структура. Но с другой стороны как-то же их надо называть. А как их еще называть. И приходится использовать слово племя. Ну то есть. Называть их просто родственная группа. Это тоже как-то коряво неудобно. Ну племя слово короткое. Сколько там пять букв да. А называть территориальная группа оранда. Или там языковая группа оранда. Или там территориальная языковая. Там лингвистическая. Это как-то слишком коряво. Косо. И поэтому список племен. Но строго говоря это список не племен. А список территорий и языков. Вот так будет правильно. То есть это самоназвание их список включает. А у них даже не у всех есть самоназвание. В этом как бы тоже беда. Почему собственно это опять же не племя. Потому что у племени ну все-таки должно быть какое-то название. Они должны понимать что мы там не знаю там родимичи. Да. А мы там кривичи. Вот. А они себя никак не осознают. Вы кто? А мы как бы вот живем тут. Вот. Вот. Как-то примерно так. И ну название языка оно как бы в основном это название не собственного языка. А как их соседи называют. Потому что соседи их как-то называют. Вот. Вот. Ну вот те которые за бугром. Да. И там если переводить все эти названия это либо люди либо чужаки либо там враги либо что-то из этой серии. Ну все вот в переводе название. Ну просто для европейцев это звучит какой-нибудь там новую абилу там что-нибудь такое там зубодробительное. И как бы ну классно прикольное название для племени. Другое дело что у них есть еще такие территориальные как бы привязки. И довольно регулярно в Австралии бывает что есть как бы название племени и название языка его. Но если вникать то оказывается что название племени это название ручья который там просто где-то протекает. И как бы это типа название племени. Более того если сравнить публикации старые и новые это вот супер четко видно. Потому что в старых написано что племя реки такой-то. То есть не племя такое-то да а племя реки такой-то. Племя территории такой-то. А в более поздних статьях и книжках там уже просто племя такое-то. А реки такое-то это как-то уже сложно писать. Это время отнимает читать сложно. И поэтому просто укорачивается все дело. Или название языка становится названием племени. А сейчас иногда название резервации. Ну где они там в этих жестяных каких-то коробках живут. Вот как бы тоже типа это название племени. Но это не племя как бы в этнографическом смысле этого слова. Ну вот допустим есть такой Тиндейл. Ну я не знаю сейчас он не живой уже давно. Ну есть такой крутой исследователь австралийских аборигенов Тиндейл. И он составил список этих самых языков. Ну и соответственно и племен. И карта есть шикарная. Она в электронном виде вся в интернете есть. Это как бы вот он уникален тем, что он создал карту распространения языков. И как бы этих типа племен. На момент появления европейцев. Я не знаю каким данным все это восстанавливал. Потому что большая часть там честно говоря неизвестна просто банально. Потому что их как бы вырезали и вырезали. И там никто не парился. Никто язык они там говорят. Но тем не менее Тиндейл создал. И вот есть такая мега база данных. Огромадная. Она правда как бы ну такой список список список. И как бы не очень понятно что из него можно изъять. Ну для антрополога по крайней мере. Для этнографа наверное. А для антрополога с трудом. Но тем не менее она существует. Ну как бы она иногда называется список языков Тиндейла. А иногда называется список племен Тиндейла. Ну что как бы подчеркивает что это за племена. А численно вот эти вот группки которые вот не до племена. Они как то там их численность коррелирует с древними там всякими неандертальцами. Она такая же как у всех вообще. То есть это все те же там от пяти до сорока человек. И зависит от ресурсов которые в этом месте. Поскольку в Австралии с ресурсами очень туго. То и поскольку они прям такие аборигенские аборигены. Да прям такие охотники собиратели в чистом виде. У которых никогда гарантированно не было там ни земледелия ничего. То по ним как раз самые классические работы и сделаны на эту тему. Сколько было людей в таких вот примитивных обществах. И там везде получается вот я говорю от пяти до сорока человек. Но сорок это супер редко. Это когда прям вот как-то совсем завались жратвы. Группы по пятьдесят человек собирались просто очень редко. И больше ста пятидесяти не было никогда. Сто пятьдесят это когда вот несколько племен вот этих племен. Собираются на короборе да. И там на дня на два вот они соберутся. Там спляшут спают и разбредаются в разные стороны. Потому что банально просто им есть нечего будет. Ну отсюда кстати всякие эти расчеты. Который круг общения этого ищет. Ну вы все его знаете. Есть это число не Дуглас как он. Господи у меня из головы вылетело. Ну вот что-то типа того да. Но это то же самое и для обезьян срабатывает. Он для кого угодно. Ну при размерном классе там тридцать шестьдесят килограмм. Просто жратвы хватает вот на столько индивидов. Спасибо за лекцию. Такой еще опрос. Число Донбара. Донбар. Вопрос по языку. Так как тасманицы были очень давно и долго изолированы. У них язык я так понял сильно отличается от основных языков австралийского. Он очень примитивный и вообще почти нулевой. А можете про язык их немножко рассказать? Ну я не лингвист вообще ни разу. Я вот единственное что знаю это по книжке Каба. И как бы все. И вообще в принципе про эти языки их было как минимум видимо четыре языка. И по ним очень мало. То есть там весь словарь там что-то типа двадцать слов там или около того известно. Ну там может не двадцать побольше. Но какой-то очень маленький. То есть это прям вот мизер-мизер. И вроде бы родственные созвучия в некоторых австралийских языках обнаруживаются. Но учитывая что в Австралии там эти сотни языков. Созвучия можно найти там с чем угодно там хоть я не знаю там в русском языке. И поэтому насколько это говорит о родстве большой вопрос. То есть понятно что языки вот в нескольких местах Австралии они немножко друг от друга отличались. А насколько он там примитивный не примитивный никто эту структуру не изучал. Честно говоря. То есть так из общих соображений наверное он там не супер развитый учитывая как у них культура. Вот. Но как бы и обратно тоже не доказано. Честно говоря. Потому что если бы у нас было нормальное исследование там синтаксис там что там полагается. Да. Лексика там все прочее. То можно было про это говорить. А это даже для австралийских то языков толком не понятно. Что говорить про тосманистские. Вот. Единственный европеец который нормально знал эти языки это Робертсон. Вот он словарик составил. Все. Больше никаких данных нет. Ну а сами они ясное дело не писали. И еще такой вопрос. У вас на картинке никаким образом не отображена Новой Зеландия и Полинезия. А там вообще нет получается представителей этой расы? Там полинезийская раса. И я про нее буду еще потом говорить. Она отдельно. Она не некроидная. Она прям вообще отдельная. Потому что она строго говоря не экваториальная. Потому что полинезийская раса она промежуточная между южномонголоидной и восточно-экваториальной. И она строго говоря сама по себе. То есть примерно так же как эфиопская раса она и не негроидная и не европеоидная. Так же и полинезийская. Она и не монголоидная и не экваториальная. А как бы вот сама. Просто Новой Зеландия прямо очень рядышком-рядышком находится получается. А там нет совершенно другая раса получается. Там другая, да. То есть у них чуть-чуть немножко экваториальности побольше чем у других полинезийцев. И то и неизвестно откуда честно говоря. Но они вообще ни разу не похожи. То есть они свои собственные. А рядышком-то рядышком, но они приплыли туда. Ну вот если это дело увеличить. То есть в Стасманию-то они пришли по суху. Вот. А на Новую Зеландию они приплыли аж наверное стоите. Или где-то вот откуда-то оттуда. Ну может с Тонго-Самола. Но в любом случае где-то там Тонго-Самола. Вот они. С севера фактически трогают. И связей между Австралией и Новой Зеландией видимо не было вообще никаких. Там не знаю с мелового периода скорее всего если не раньше. Ну и она изолирована там и по фауне и по хоре почему угодно. Так что ну там эти бескилевые птицы туда конечно как-то попали. И даже там какие-то млекопитающие кстати на Новой Зеландии были. Какие-то жутко архаичные, которые там вообще к триасу восходят. Но при этом жили в кайнозое, что характерно. В палеогене там были млекопитающие. Ну и то ли они сами померли, то ли их там маури съели потом. Это неизвестно. Но это прям там чуть ли не звероящер какие-то. Ну вот они фактически дожили до кайнозоя. А так там из Австралии никто не приплывал по той простой причине, что у австралийцев морское мореплавание оно было ну очень убогое. То есть до соседних островочков маленьких они доплывали. В принципе там есть острова населенные аборигенами вот рядышком. И в море в принципе рыбу ловить плавали, но недалеко. А дальше там большой барьерный риф. И мимо него, ну через него переправиться туда-обратно крайне сложно. А почему тогда полинезийцы из Новозелания не попали в Австралию, не плывали? А может быть они и доплывали на самом деле. Я совершенно не сомневаюсь, что наверное кто-то и доплывал. Но во-первых опять же большой барьерный риф переплыть проблематично. Ну как бы я не моряк, не знаю в чем конкретно проблема. Потому что там на европейских кораблях осадка мешает, понятное дело. На каное вроде проблемы меньше. Но все равно утверждается, что для каное это чуть ли еще не сложнее. Потому что там какие-то буруны, мощные течения из-за мелкого глубины. И каное там все куда-то уносят, разбивают. Ну по крайней мере я ни разу не моряк, но утверждается, что так. Но я думаю, что таки доплывали наверняка. Но проблема в том, что у них вооруженность была одинаковая. То есть приплывают эти 20 маори. Пусть они там злобные, все языки высовывают, пляшут. Как она там называется? Хука или хула. Пляска вот эта страшная. Но как бы у аборигенов тоже копья. И в чем разница? Еще и бумеранги. А у маори нет бумерангов. Ну у них луки правда в какой-то момент были. Но и то как бы не очень. Поэтому аборигенов их просто тупо больше в стуках. И на этом месте маори, я думаю, заканчивались. Тем более маори там делать было нечего. Потому что маори это земледельцы все же такие тропические. А в Австралии там с земледелием пуговато идет. Там сухо. И то же самое, кстати, с папуасами. То есть когда вот папуасы, если представить, там приплывают, они в Австралию. А там в пустыне. И что им там делать? Ну они садятся на лодку и грыбут скорее назад. Потому что как бы они тропические земледельцы влажных тропических лесов. Где дождь каждый день идет. Так же как может быть и австралийские аборигены. Если какие-то аборигены доплывали до той же Новой Зеландии. Что он там будет делать? Вот он там приплывает на своем каное. А там лес стеной стоит. А он из пустыни приплыл туда. То есть как гоняться за кенгуру по саванне он знает. А как ту же самую кенгуру стащить с дерева. Потому что там древесные кенгуру. Это вот ни разу не очевидно на самом деле. И поэтому он опять же садится на лодку и скорее грыбет назад. Тут чистая экологическая изоляция. Она будет работать на 100%. Поэтому Австралию собственно кроме европейцев никто толком и не заселил. Даже если и кто-то туда попадал. Но туда трудно попасть. То есть получается у культуры этих австралийной расы нет ни рыболовства. Только есть охота и поиск и собрательство. Все. Нет, у прибрежных рыболовство было. Почему? Вполне себе. Рыбу они ловили. Этих каких-то дюгоний или ламантинов. Потом рядом водятся. Тоже они ловили. И по рекам тоже, да? По рекам они ловили, да. Ну я говорю, вот у самых северных у них даже лодки с балансиром были. Двойные такие вот эти каноэ. Ну эти катамараны. Тоже были. В принципе они плавали. Но так недалеко. Без особого фанатизма. И сколько их там по побережью было. Ну чисто в численности там не сильно много. А большая часть населения это внутренние области. Но я говорю, самая большая численность она была вот здесь вот. Где эти австралийские Альпы. И самые такие вот умеренные условия. Где как бы и не сильно жарко. И травы побольше. И кенгурей погуще как бы. Но их там всех истребили в первую очередь. Англичане, которые приехали, тут же всех вырезали. Вы сказали, что скептически относитесь к неотонии. Вы имели в виду именно в процессе росогенеза или антропогенеза вообще? И почему? Вы сказали, что скептически относитесь к неотонии. Ну ювениализации. Почему? Ну как бы и так и сяк я скептически отношусь на самом деле. И в антропогенезе, и в росогенезе уже подавно. Потому что неотония это все-таки специфическая штука. Характерная для существ с резким метаморфозом. Ну когда там жабры остаются в полной программе. А у человека личиночная стадия, она все-таки где-то во мне не болтается. И родившийся ребенок это не личинка все-таки же. Ну у него нету жабр, хвоста, там всего такого. Поэтому это такая очень какая-то условная неотония. Даже по определению самой неотонии. И все признаки, которые как бы считаются вроде бы неотоническими, при ближайшем рассмотрении такими не оказываются. Ну там допустим часто звучит, что вот там большой мозг это неотоническая черта. Потому что у ребенка типа челюсти очень маленькие, а мозгов как бы много. Но если вы видели новорожденного ребенка, у него мозгов совсем немного. И большие мозги это мега старческий признак у современного человека. Он вообще ни разу неотонический. И то же самое там касается чего угодно еще. Ну то есть допустим иногда звучит, что пониженный волосяной покров это неотоническая стадия. Но вообще как бы у ребенка в зародышевом виде есть лануга, шерсть. А она исчезает. То есть если уж неотоническая, то как раз густая шерсть должна быть неотоническая, а не исчезновение. То есть тут как бы большая роль демагогии как бы в этой неотонии. А насколько она настоящая. То есть по-хорошему надо смотреть опять же как это наследуется. То есть это если прям ген, который у детеныша какой-нибудь обезьяны работает, а у взрослого выключается, а у человека на самом деле он продолжает работать. Тогда это да, неотоническая. Ну вот допустим способность усваивать молоко в взрослом виде. Это в принципе да, неотоническая черта. Потому что должно выключиться, а не выключается. Это такая да, но это как бы одна черта. А все остальное крайне-крайне сменить. То есть вы считаете, что то, что череп человека больше похож на черепа, а детеныш и обезьян это чувство поверхностного сходства, да? Ну да. Там же вроде были какие-то серьезные исследования, что и психические детеныши обезьян больше похожи на людей, чем взрослые обезьяны. Ну как бы да, но просто психика такая вещь. Ну то есть да, часто звучит, что любознательность и склонность к играм, она типична для детенышей, а у человека сохраняется до более-менее взрослого состояния. Ну во-первых, у человека она часто теряется еще в школе любовь к познанию чего-либо. Ну то есть вот из 10 миллионов населения Москвы здесь сидит сколько? Человек 20, да? Вот как бы вам неотония. А у всех остальных у них уже никакой любознательности нет. И нафиг вам все не сдалось. Вот, поэтому это... И оно очень сильно... Ну насколько это генетически обусловлено, тоже большой вопрос. Какие-нибудь там дикие кошки, они как бы не неотонические, да? А домашние там, которые с этими шариками бумажными играют всю жизнь, они неотонические. Ну как бы агены-то у них одинаковые. То есть просто эти все время сытые, ну да, они играются. А те там гоняются за мышами по кустам, и они уже не неотонические. Ну кошки да, а собаки больше похожи на щенят, чем дикие волка. Ну как бы я говорю, что тут можно много демагогически про это рассуждать, но по-хорошему надо смотреть наследование. Вот, а все исследования про неотонию человека, это очень старых годов, когда генетика и наследование не учитывались вообще никак ни разу, и обращали внимание просто на внешнее сходство. Вот, там да, писали вот такие книги, там Вольк или кто-то там написал свою незровенную книгу на эту тему. Но там много таких вот ля-ля рассуждений, а фактов, прямо скажем, не густо. Вот, ну можете посмотреть, если хотите, по-моему, у Рогинского-Левина и у Хрисантового перевозчика на эту тему есть обзорчики, ну, прямо вот в учебнике, учебник антропологии. И там есть, у Харитонова есть классный, кстати, на тему обзор, в нескольких версиях, он там в разных статьях, не знаю, но Харитонова труднее найти будет. А у Рогинского-Левина и Хрисантового перевозчика, там без проблем эти статьи, в смысле учебники, они в интернете лежат. Хорошо, спасибо. Добрый день, спасибо за лекцию. У меня такой немножко дилетантский вопрос, но любопытный все равно. Вот про восточноевропейскую, восточноэфиопскую вот эту вот расу. Правильно я назвал? Нет? Да. Да. И я тут же погуглил иконы, вот их православные, а у них прям там, ну, богоматерь такая с ребеночком, вполне себе темненькие, да, и Иисус Христос, в общем, совсем такой очень, ну, совсем черный. Вот. В этом смысле вопрос, вы не знаете, проводились ли генетические исследования, они же мощи-то все оставляют, да? То есть, а кто на самом деле был там? Вот Христос и прочие там, все товарищи, мощи которых есть. В принципе, нет же вроде никакой проблемы, это все расы и следы. Не, ну, мощей Христа и Богоматери слишком много, поэтому я думаю, что если проводите генетический анализ, вы там найдете все расы человечества, вот, и там все цвета будут прилагаться. То есть, каждый раз и по своему Христу. Если кто-то достанет прямо вот аутентичные мощи Христа, это будет еще супер-мега-мировая сенсация, потому что, ну, в каждом приличном соборе есть кусочек Христа гарантированно. Кусочек Христа, гвоздь, ну, это же известная, да, там, все темы, потому что гвоздей из этого Христа с Христом там хватит вообще на строительство, там, чего угодно, тоннами. Так что, ну, учитывая, что, ну, если Христос вообще был, в чем, как бы, есть большие сомнения, что он в природе существовал реально, ну, даже если он существовал, ну, это был какой-то там еврей местный, там, Лизневосточный, какой-то южноевропеоидная раса, надо думать. Ну, кто бы он там еще мог быть, собственно, в Израиле, ну, в нынешнем, да, Израиле, тогдашний, там, что-то, где он там, Иудея, Галилея, где он там жил в это время. То есть это были вполне себе какие-то южноевропеоиды, как у ближневосточного разлива. А то, что в Эфиопии они такие, ну, они, как бы, что вижу, то поют, классика жанра. Там же еще есть, в Эфиопии есть евреи, прям такие, как бы, не православные, а которые прям иудеи эфиопские. И была, кстати, большая прикольная коллизия, когда Израиль организовался, и евреи со всех стран мира стали туда, значит, стекаться. И вот эти эфиопские евреи, у них какое-то там свое название есть, я уж не помню сейчас, они тоже решили стечься. И в Израиле была большая дискуссия, очень длительная, как бы считать ли их правильными евреями, потому что, ну, какие-то они негрские. Ну, они, на самом деле, эфиопская раса, но для евреев, которые расследование не изучали, они были неграми просто. И они говорили, блин, какие-то евреи, это негры. И потом был какой-то супер заезд, это даже в книге рекордов Гиннеса, когда их поместилось максимальное количество человек в одном самолете, типа там 700 человек, там что-то такое в одном Боинге. И вот они фактически все с эфиопии собрались, забились в один Боинг и прилетели в Израиль, там, я уж не знаю, в Иерусалим или куда, вылезли оттуда и сказали, мы евреи, принимайте нас, как мы есть, вот мы такие. И потом долго с ними, там, судьи редили, там, отправлять их назад или оставить. Ну, вроде потом оставили, но как-то там до сих пор, по-моему, споры идут. Ну, это такая известная тема. Так что, как бы... Ну, а иконография такая вещь, как бы... Это известная же тема, что недавно обсуждали по интернету про Ленина, что Ленин в разных местах страны, он везде похож на местное население. Там, в Бурятии он такой, какой-то немножко от Бурята, там, в Средней Азии по Среднюю Азию, там, на Кавказе он такой, вах, такой Ленин. Вот. И, как бы, вот, не сделан такой. Еще, наверное, возможно, последний вопрос. Как-то вы в своей лекции сказали то, что все расы можно грубо разделить на негрские и ненегрские. Вот. И нголоиды и верпиоиды, частный случай, эфиопская там и тут восточная раса. Правильно я понимаю, что только из-за того, что они очень сильно распланились и сильно изменились, поэтому они стали сильно не похожи. А изначально, получается, у нас у всех малородина – это Египет и Эфиопия географическая. По сути, да. Да, так и есть. А генетически это так и есть. То есть, все вот это остальное человечество – это вариация на тему эфиопов. Ну, только не современных эфиопов, понятное дело, а каких-то там, которые 50 тысяч лет назад там жили. Протоэфиопы, протоегиптяне. Вот. Ну, тут вот есть такой интересный парадокс, что генетически это так, а морфологически, все-таки в Африке они все на одно лицо, как бы условно, да, однообразные. Ну, так, в кавычках, естественно. А все остальное человечество, оно перекрывает весь размах изменчивости человечества. Ну, то есть, по цвету кожи, по форме лица и так далее, вот все вот эти не африканцы – это вся изменчивость. А в Африке они все с курчан волосами, все черные, все там, ну, то есть, там разнообразие нехти как много. Австралоиды – это еще отдельная ветка? Это не эфиопская раса? Нет, это тоже вариация на тему эфиопской. Вот. Но только чуть более ранняя. Там, как бы, идут споры сейчас, ну, долго уже, там, лет 15, наверное. Они, как бы, чуть-чуть пораньше все-таки вышли в Австралию, чем все остальные европеоиды-монголоиды. Или, в принципе, как бы уже по пути разделились где-то в Азии с монголоидами. Вот. Потому что вначале считалось, что они вначале достигли Азии, а потом разделились как бы на две, но я про это уже как-то там говорил. Вот. Была версия, что вначале ушли в Австралию, потом вышли второй раз. Но, скорее всего, где-то вот с Ближнего Востока они выходили вначале по экваториальной зоне, а потом на север и там разделились. Вот. Ну, и всегда еще стоит помнить, что потом были еще промежуточные всякие туда-сюда миграции. Но вот в Австралии чем уникальнее, что туда и промежуточных не было. То есть там они как заселились, так и сидят, в общем-то. Вот. 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 Вот.